новостям которые произошли за последние полтора месяца с момента прошлого стрима задача этой трансляции это не развлекательная тема хотя я думаю пек в части будет очень много сегодня много интересных новостей задача трансляции рассказать во-первых то что было сделано и собрать от вас идеи пожелания репорты ошибок их вы можете уже сейчас оставлять постихонечку в комментариях то есть трансляция условно разделена на эти две части и во второй части собственно каждый комментарий я буду читать и если там задача очевидная то будем сразу же нарезать задачки где папа на гг ну премиум пользователь не видит папа на гг у премиум пользователей в принципе выключена вся медийка но по по требованию премиум пользователей мы в бета-профиле правда на тестовые машинки это еще на проде хотя может локи уже выкатил на прот надо проверить будет специальная галка типа поставить рус подчеркивание браин поддержал ваш канал на сумму 100 рублей так 2 как я понял прошлый бан на все чаты было из-за мата если я скажу что ты краб и неудачник то могу получить бан только на двое чатик на двое на двое чатик да если ты личным ко мне обратишься то скорее всего получишь локальный банк хотя были прецеденты когда люди улетали по фиве на все каналы я просто обузил свою власть и права на сайте модераторы этого не замечали или не хотели замечать ну в общем что позволено бы ну в общем вы понимаете итак давайте быстро перейдем я каратенечко по тезисам расскажу что было сделано не на бете на проде в разделе мой премиум а чего в раздел мой премиум это сделали странный конечно опциям до показывать мне брендирование на сайте при активированном премиум я думал ты в бета-профиль сделаешь тут отступ от заголовка у тебя не очень хороший ой ты сделал как все ключи засветил свои смотри рус подчеркивание хорош подержал ваш канал на сумму 100 рублей миша настоящим уведомляю что ты и краб и неудачник давайте брюшим бран за оскорбление стримеров да он просто ради ради пеки так по фиве на 30 дней регулярные баны и русбрейна продолжаются так не отвлекай пожалуйста слышишь кирилл хорош первый блок трансляции замечание пожелания по печатает от пользователей пришло добавьте сообщение новых подписчиков чат может быть создателей сторонних чатов не помню откуда пришло уже от кого сделали опция restream в исходном качестве для всех премиум стримеров в принципе отправляли уже всем премиум стримером уведомление на сайте о том что теперь они в настройках своего канала могут делать ретрансляцию в исходном качестве то есть в том самом качестве в котором они пускают из обеса до этого галка была доступна только супер админом мы смотрели там на то влияет это как-то на премиум подписчиков не или не влияет потому что по сути мы отдаем тот поток который премиумный у нас в свободный ристрим на другие службы никакого влияния на статистику русских и вы не браин поддержал ваш канал на сумму 100 рублей 3 уже пора заливать первый взнос 1 киберспортивного фонда заливай заливай короче теперь сам стример может определять пускать ему ретрансляцию в исходном качестве то есть в оригинальном качестве в премиум нам качеством на другие стрим сервисы или нет то есть это опция теперь доступна всем премиум стримером без исключения единственное что хочу напомнить о том что у разных стрим сервисов есть разные требования к качеству потока к его настройкам и когда мы ретранслировали с высокого качества мы соответственно кодировали и там поток соответствовал ну по крайней мере твичовскому то точно то есть там лерон 665 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей что же вы отвлекаетесь меняемся к лучшему о боже очки а мы пека да меняемся потихонечку помните о том что у разных стрим сервисов есть требования к качеству потока если вы например на twitch пустите какой-нибудь там 8 мегабит то у вас могут быть проблемы связанные с этим мог может и не быть то есть там вроде как в полуручном режиме они это все дело разбирают поэтому опцию включать можете как хотите просто знайте что надо внимательнее относиться к к тому какие настройки вы даете в своем своей трансляции еще раз напомню о том что есть некие требования и ссылочка в хелпе требования к настройкам видео и звука можно почитать посмотреть там все дефолтно едем дальше премиум подписчикам не отображать рекламу которая крутится через ревайв ревайв это наша внутренняя с система прокрутки баннеров и брендирования плюс добавлена опция показывать брендирование даже для премов это как раз после введения интересные попы на бренде слева если у вас full hd если вы поставите галочку то сейчас подождите где-то мой премиум например показывать брендирование настройки успешно сохранены клёво вот многие просто жалели о том что они подписались на премиум но не видят этой этого креатива не побоюсь этого слова вот поэтому но если серьезно если серьезно просто премиум подписчикам по умолчанию не показывается никакая реклама то есть баннеры брендирование ну и конечно же видео реклама на видео реклама так поехали дальше добавить кнопку отключить рекламу это как раз для удобства рядом с баннером то есть нажимаете там видите что есть не ой чатик свернул когда успели обновить иконки на форуме а сегодня сделали там иконки знаете они во первых и свгшные во вторых они уже из с резины и решили запилить пораньше их то есть иконочки свгшные в маленьком варианте хорошо смотрится не хуже смотрится и в крупном варианте то есть просто обновленные иконки соответствующая тема на форуме появлялась иконки большинству понравились добавили еще кстати раздел overwatch этого нет кстати в изменениях запросил кажется с липсом while тему на форуме создал ну и как раз выход игры миру нужны герои вот но это такие минорные темы исправить неработающий замер скорости html плеере но это наша внутренняя как бы тема но некоторое время не работал замер по скорости в консолях это мельного плеера с недопустимой периодичностью отваливается озвучивание события премиуме и донате кстати я не зашел на страницу канала и и донат мог не пройти так возможность для стримера банить пользователей бессрочно да ездишь на канале и предупреждение и банны распространяется на все аккаунты пользователей ну наконец-то я давно это лоббировал ну и стримеры в общем-то просили потому что во первых у нас есть система которая определяет смурфы пользователей и особо злостные нарушители они как правило не изменяются они просто регистрируют новый аккаунт и продолжают нарушать правила теперь если такой товарищ ну ему будет сложнее короче говоря создать пачку аккаунтов и продолжать нарушать поэтому будьте осторожны и внимательны не как раз брейна то схлопочите бан и новый аккаунт создать хоть получится но будут проблемы с тем что ваше предупреждение и банны распространяются на все ваши смурфы вот а возможность триммера банить пользователя на канале бессрочно это ужасный тоталитаризм я считаю он сопоставим с тем что каждый пользователь может добавлять стримеров черный список ну короче это справедливая зеркальная штука как раз для того чтобы хейтеров на трансляции стример мог уничтожать смурфы не пройдут так это основное по трансляциям там еще был документ от ледокола на самом деле но я его вообще не стал включать в список потому что половина вещей не понял просто хочу ну как бы показать большинство правок связано с совместимостью со стабильностью с там не знаю проверками всякими в настройками оптимизации короче вот эта часть ледоколовская одноклассники не так давно был все-таки одноклассники сделали раздел game show тут open которые призовые не всем выплатили беда сделали отдельный раздел с игровыми трансляциями куда собственно выгружаются ретранслируются все премиум стример стримы не только кстати прям мы некоторые и другие из ну по сути для стримера делать ничего не нужно у него сразу трансляция идет автоматом туда там аудитория в чате не очень активная но в принципе есть уже вот dota 2 6 девчонок на хватит на квартире и харьки хейтеры с 130 тысяч просмотров то есть там уже пошла какая-то движуха у них там правда свои темы зайдешь чат почитаешь от какой-нибудь бабушки сообщения но или там от школьника какого-нибудь ну да ладно в общем как бы это в любом случае в плюс к стримерам потому что это дополнительная аудитория а с точки зрения монетизации рекламу еще не прикрутили но уже есть возможность поддержать канал через их внутреннюю систему комиссия суммарная наша плюс одноклассники составлять 14 процентов соответственно соответственно что еще хотел просто найти свой стрим и туда задонатить а но есть интеграция в плане уведомлений то есть можно писать сообщения передавать также все будет в чате все зачисляется на кошелек гудгеймовский также выплаты происходят по общим правилам в течение недели в начале следующего месяца то есть это на мой взгляд во-первых интересный эксперимент очень интересный эксперимент как в социальной сети пытаются на большую аудиторию на любителей там игр дать новый контент интерактивные с чатиками со всеми делами ну и сразу подумали о монетизации я думаю что нужно еще будет некоторое время для того чтобы там сформировалась определенная аудитория постоянная и пошел процесс уже с общением стримеры и зрителей еще раз напомню новым присоединившимся о том что вы можете оставлять свои вопросы замечания идеи пожеланий репорты багов в комментариях на что в чате очень много разных сообщений не на одноклассников другая статистика она в доволен она публично сколько мне известно и можно ее посмотреть она несколько старше в контакте в sky кажется в сегменте 1824 но там не такая разительная не такой разительный разрыв как я предполагал так да все премиум стримере транслируется туда добавить плеер одноклассников нас на равнице премиум стримера кстати да то есть это как резервная служба замечательно должны быть все ой кстати же могу себя о даст им идет видите можно поддержать так сумма комментарий и вперед бом-бом-бом-бом-бом-бом прибыль с рекламы доната суммарная комиссия поддержки 14 процентов сказал новая аудитория сказал возможность поддерживать это сказал новая пи для одноклассников это вас практически не касается так обновленная версия сайта там работа продолжается естественно продолжается она медленнее чем планировали чем хочется готовы разделы стримы видео канал help комментарии главное сквозной блок я бы отсюда убрал в работе в данный момент все еще турниры делать турнирная сетка и результаты это последние а нет еще команды остались там и не готовы совсем совсем не готовы следующий раздел они кстати не такие сложные они уже минорный профиль пользователей личные сообщения друзья и и новости репортажа ну галереи там там махнуть и все и забыть весь сайт изначально уже переведенных этот и ps обновился поиск и я беру на себя уже смелость и ответственность заявить что 7 августа у нас начнется открытое тестирование резины то есть доступ будет у всех доступ будет ну хотя он и сейчас из у всех там пароль имя пользователя пароль ввел и вперед они тоже уже известны и 1 сентября у нас будет переход на новую версию сайта кстати между этими двумя событиями еще один важный момент произойдет потому что именно с после окончания белгородского вот этого отдыха куда съедутся стримеры и разработчики редакторы те кто многие из тех кто принимает участие в жизни сайта 6 человек останутся мы у них из-за имен паспорта и они останутся в белгороде на ориентировочно три месяца попробуем провести эксперимент по офисной работе офисы же присмотрели бом-бом-бом-бом-бом товарищи переезжают кто-то с семьями большое событие я думаю что нам такое общение будет на пользу да что же еще а ну и вот как раз и планирую что в течение августа на этапе открытого тестирования у нас будет как раз и наиболее активный этап и ответственный этап по разработке по завершению всех всех мелочей и к первому сентября мы уже будем во все оружие готовы все вылизано будет должно быть хорошо сроки с запасом я проконсультировался с локи посмотрел на задачи посмотрел на динамику и добавил как как водится в два раза больше времени то есть он готов был к июлю уже стартануть открытый тест но вы же знаете какие у нас программисты хорошие вот да сейчас немножко троллинга соревнования стримеров прайм-тайм пятый сезон но это на самом деле это параллель и очень-очень далекая мы искали способы пробовали разные способы привлечь новую аудиторию на сайт вы наверное видели отголоски этих попыток какие-то удачные какие-то не очень и было принято решение попробовать сделать что-то вроде соревнования стримеров в идее что почему всякий белочек премиума пуха нет ну что пух непопулярный и у него не та внешность и белочек вы гады выжили из сайта просто взяли саботировали они вас не трогали вы пришли туда самоутверждаться и столько работы прибавили модераторам и сформировали такое мнение едком злом комьюнити фу фу бельчат обидели я сам захотел бы сейчас зайти посмотреть ну так про себя по улыбаться мне нет такой возможности их посмотреть бельчат дайте алекс 007 прем он не хочет он уже давно в рейтинге но учитывая то что у него специфичный контент и определенные позиции он не хочет получить премиум так то в общем то он имеет право на этом так значит давайте я расскажу что мы хотим сделать у нас есть некий рейтинг стримеров наверное лучше взять уже пару следующих макетов из резины а это уже будет соответственно с новой версии сайта начала 1 сентября будет длиться соревнование один месяц по резовой фонд составит от трехсот двадцати пяти тысяч рублей возможно мы его еще увеличим но посмотрим посмотрим до какой суммы может до 400 задача следующая у нас есть некий рейтинг исходя из которого считается общий прем не будем вдаваться в подробности в общем мы хотим его расширить добавить туда не только количество зрителей но и количество там фолловеров тех людей которые собственно подписались на трансляцию количество премиумов и тех кто поддержал нет еще формулы по как каждый из параметров влияет на окончательный рейтинг ну это есть еще время для того чтобы все продумать и сбалансировать но смысл в том что каждый будет также стремить на своем канале у каждого будут какие-то свои кипяй ну то есть показатели на которые он будет ориентироваться и для того чтобы а я не буду участвовать в рейтинге что сразу чтобы не было никаких вопросов а то сейчас будет макер там сделал там бла-бла-бла вот меня не в рейтинге не будет реррор поддержал ваш канал на сумму 100 рублей спасибо за грядущее обновление сайта пока не за что наконец-то я не фак смогу стонать верните старую версию увы и молодежь не застала самую старую версию сайта вот в общем идея просто расширить текущий рейтинг и дать стримером дополнительную мотивацию стримить больше или там чаще стримить или мотивировать пользователей подписываться на премиумы или получать уведомления мы просто определили те как бы это сказать параметры которые нам интересно чтобы росли и просто попробуем провести вот подобного рода рус подчеркивание раин поддержал ваш канал на сумму 100 рублей миша уже не лимит в пепле не позволяет переварить поступление какой-то вообще жесткий сколько же там собрался алло не у ави поддержал ваш канал на сумму 100 рублей верни белый гг бобер вам не нужно и я же вам специально на первое апреля дал новость серьезную серьезную новость и новость была с подтекстом что если мы соберем определенное количество средств вам будет будет вам белая версия сайта один человек прислал 100 рублей все не будет вам белой версии вам это не нужно вы даже троллинг не смогли или смогли но просто не раскусили так резюмируя еще раз в сентябре мы не будем практически менять существующую систему добавим в рейтинг несколько параметров и выделим призовой фонд для стримеров как он будет распределяться только ли за первое место или там три призовых места подробности будут позже тем более до сентября еще довольно много времени и для для нас для зрителей это должно привести к тому что текущие стримеры повысят так или иначе свою активность и возможно появятся какие-то новые охотники за легкой добычей вот но мы попробуем составить им конкуренцию здесь для белой версии 100 рублей достаточно ничего ты не знаешь джон сноу переходим к макетикам макеты в виде прислал пачкой будем в общем-то и смотреть их пачкой большинство из них относятся к резине хотя вот здесь давайте начнем сразу с приложения для планшетной версии андроида забегая вперед хочу сказать что обновление приложения для android телефонной версии вышло кажется версия 1.3 о нем чуть позже поподробнее остановимся а это несколько видоизмененный вариант макетов и и вы в принципе можете пользоваться приложением гудгеймов ским текущим для планшета просто он не оптимизирован под именно такой планшетный вариант вот а теперь как говорится слайды я чувствую сейчас витя комментирует смотрит трансляцию хочешь что сказать ведь не хочешь позвонить рассказать я вижу больше игр добавилось фильтре превьюшек много а ну вот так вот да да здесь менюшка расширилась слева я чатик не вижу правда из-за этого всего данное яблоко все еще идет тестированием так ведь и не слушает не пишет ну ладно едем дальше недавно просмотренные стримы тоже сравнительно новая фишечка критикальные и горизонтальные варианты привет пацаны в чатике окей бом-бом-бом-бом-бом может отсюда сразу открывать кто-то ссылки по на расставлял здесь прямо в этом в новости ладно давайте сверху вниз чтобы ничего не пропустить поехали а нужно статистику показать это кстати стримером должно быть интересно но в принципе они уже если конференция ключевых стримеров присутствуют они это уже видели все это вкладка аудитории и финансы которая вся информация которая есть сейчас но разбросана по разным местам плюс более удобный вид и интерфейс соответственно можно посмотреть свою аудиторию в вкладке аудитория за любой промежуток времени за популярные промежутки времени за произвольный пиковые значения и соответственно посмотреть рейтинг свой для того чтобы например понять и когда в попадешь ты в этом в топ-50 или какое место занимаешь в соревновании стримеров и вкладочка финансы здесь в принципе тоже популярные промежутки времени за сегодня за неделю за текущий месяц за прошлый месяц и произвольный промежуток и дальше раскидано все по основным источникам заработка и есть лог событий которые тоже присутствуют текущей версии на до него еще помните дак там копать статистика потом таблицу нужно открывать и до нее не все доходят лог событий будет вот в таком виде причем если у вас есть какой-то саппорт чтобы не занимать место вы можете разворачивать сворачивать сообщение для того чтобы не занимала она лишнее место так эта задача свеженькая давно надо было ее сделать в этом эльном плеере вот во флеш-плеере есть отображение предстоящий анонс и предстоящей трансляции в их от эмельном плеере до сих пор нет вот собственно макет ушел на верстку о том как будет выглядеть player оффлайн если у стримера есть активный анонс кнопка шеринга тоже которая была отложена из при создании хтмл плеера осталась во флэше но не сделано в хтмл поделиться в социальных сетях или вставить айфрейм форум форум я показывал уже точнее показывал я его в создавали тему на форуме собрали какой-никакой а фидбэк спасибо вам за него но если сейчас что-то еще появится то пишите сейчас быстренько расскажу что мы здесь сделали есть две разные точки входа на форум первая наиболее популярная точка входа это блок на главной странице с актуальными темами с интересными темами тут горячие темы написаны но это не столь важно блок аналогичен тому что есть сейчас уже на главной странице по крайней мере сильно похоже а нет ну там выдача такая же но он там покомпактнее получается то есть здесь также отображаются актуальные темы в без привязки к разделу то есть они не группируются по разделам просто по появлению свежего сообщения можно посмотреть за сегодня можно посмотреть за неделю и ее это одна точка входа собственно которая в данный момент находится на старом сайте в блоке на главной странице ну или и при наведении на форум сверху вторая точка входа это собственно через раздел форум через главное меню или через заголовок когда пользователь пытается найти тему в через раздел собственно пришла в голову довольно простая идея во-первых а ну для начала еще стоит сказать что мы текущую страницу форума сделали полегче убрали в частности блок последние сообщения потому что статистика показала что сюда кликает крайне небольшое количество людей в это позволило соответственно треть блока убрать и поставить сейчас секунду ну сделать чище в общем чище читаем читаем и шрифт покрупнее по ее киту все вроде почище поаккуратней посветлее кстати светлая версия нет это нет не то вот то есть на на странице форума вы можете переходить как в горячие темы по тому когда там были последние сообщения свежие или через раздел комбинированный такой вариант в конкретном разделе есть идея использовать боковой блок для того чтобы выводить тематический текстовый материал из новостей там креативов интервью и прочее то есть заходите вы в тему на форуме по overwatch и видите что справа у вас новости по overwatch идут потому что очень часто идет пересечение по с новостями и темами на форуме ну и в принципе это контент довольно похожий и тот и другой текстовый по большому счету поэтому есть идея как раз поместить такой блок на страницу раздела ну и собственно сама тема тоже чистенькая покрупнее шрифт чуть посветлее плюсики минусики еще в прошлый раз показывали должно быть удобнее я надеюсь посмотрели там чем пользуетесь что вам нужно что вам не нужно сделали покрупнее нужное и как-то так так rosebrain не может до нас да достучаться почему форум не резиновый он резиновый это же макет я показываю это макет форум будет резиновый то есть ширина блоков меняется у нас все в принципе видишь как разделы резиновые то есть заходишь например в турниры у тебя тут есть несколько блоков в зависимости от того там участник организатор или зареген не зареген и в зависимости от разрешения у тебя меняется компоновка блоков то же самое на странице канала есть еще на чем конечно работать но форум конечно тоже будет а ты имеешь ввиду тема что не резиновая а потому что так удобнее читать то есть мы подумали о чем можно заполнить типа саму тему вот представь а нет во первых стоит сказать о том что есть некие исследования которые говорят о том что какое должно быть количество символов в одной строчке для того чтобы удобнее было считывать информацию если ты на экране сделаешь длинную строчку это одно если ты ее скомпонуешь колонку в журнальном стиле это совсем другое это раз второе не совсем понятно в рамках конкретной темы какую дополнительную информацию боковых блоках выводить так могли сделать боковой блок который там был справа и перемещался если уменьшается разрешение но по сути по сути вытягивать блок по всей ширине потребности нет так же как и нет потребности вытягивать в разделе помощь какую-то статью ну потому что читается лучше если текст находится по центре его и ну хоть как-то структурированы получается вот но локи локи привет опоздал к началу ничего страшного элемент управления типа как вконтакте левый блок зачем прошлое никнеймы будут видны в новой версии сайта да конечно труп ну вообще вопросы в том числе желательно сразу в комментарии к новости оставляйте пожалуйста потому что я пропускаю большинство вещей которые в чате проходят потому что ну потому что где-то пеки где-то не по теме а так ваше сообщение точно не потеряется возвращаемся к тезисам бом-бом-бом форум посмотрели турниры по турнирам конечно много макетов сам раздел турниров пожалуй является наиболее сложным с точки зрения реализации он все еще не доделан там не доделаны результаты хотя нет результаты вроде локи локи сегодня результат это допилишь или не допилишь для андроида планируется обновление я уже уже показали всем просто там очень много состояний если вы принимали участие в турнирах или организовывали турнир то знаете что там в принципе очень система такая интерактивная которая имеет очень много разных состояний и влияет на действия пользователя для того чтобы как раз сделать процесс участия на турнире более понятным но чего стоит хотя бы вот этот блок участника когда человеку по шагам рассказывается о том что он должен сделать для того чтобы принять участие там зарегистрироваться если это командные создать команду там привязать аккаунт или указать аккаунт в общем этот блок меняется в зависимости от того появляется у него соперник соответственно открывается чат с противником есть репорт луз в общем вот этот макет например это всего один блок на странице турнира чтобы вы просто понимали какой там объем работ витя накидал еще в макеты сегодня с процессом создания управления командой группы тоже кстати в резине бум-бум-бум форум закрываем форум закрываем это закрываем а да здесь еще нововведение по результатам турнира и по рейтингу но там несколько а не лучше сетку показать сеточка же у нас немножко изменится мы решили попробовать сетку сделать более читаемой точнее чтобы никнеймы игроков узнавались лучше и например ну короче добавили маленькие варианты аватарок высота поля не знаю изменилась ли она вообще или нет но в принципе теперь можно будет не только по никнейму но и по аватарке узнавать что это за игрок быстро например да там тиаша быстро узнать граби хавка опять же с его черно-белой штукой вроде как симпатичнее ну и тут мелочи с с рамочками приятные там легкие скругления иконки свгшные в общем там большой объем работ групповая стадия кстати по групповой стадии пока не забыл хочу сказать что на старом сайте мы выкатили возможность проводить турниры с более сложными системами в частности вот с группами то есть вы можете провести турнир с групповой стадией после которой следует та или иная сетка сингл эллиминашн дабл эллиминашн с разными настройками поэтому если вам нужен какой-то хардкор а не просто турнирчик типа вердос против кого-то сразу в финале то система работает мы ее долгое время тестировали на ну короче доступ был только у людей с правами турни мастеров которые из конференции соответствующей кстати если вы организатор турниров и регулярно проводите или хотите проводить мероприятия на платформе гг то пишите на майкер собака goodgame.ru я вас добавлю в конференцию там просто проходит часто информация тестируются новые фичи и соответственно если есть какой-то баг по турнирам или проблемы которые требуется решить там проще всего потому что там организаторы и разработчики так значительно проще взаимодействовать чем там через личные сообщения или как-то там контакты искать групповую стадию закрываем симпатичную сетку закрываем результаты турнира результаты турнира да там компоновка блоков поменялась на на странице турнира разделили верхнюю сетку нижнюю сетку тоже для удобства восприятия чтобы помещалось сразу хорошо чатик решили сделать с противником гораздо более заметным открывающимся сразу же как только определяется ваш противник чтобы вам не надо было в этом боковом блоке открывать чат с противником вы сразу как только у вас появляется враг вы с ним можете ну написать ему все что хотите 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 отличный русский язык ну кстати частично там сделано можно зайти на бет и посмотреть там по крайней мере участники описание создания турнира эти темы должны были быть уже реализованы организовать турнир для создания турнира тут симпатичные эти блоки что можно зарегистрироваться на турнир прямо с главной страницы все соответственно динамически быстро подходит результаты уже локи залил со стилями беда симпатично да залил блоки только что результаты клява участники судьи добавление блок сверху участника тоже видите появляется отказаться подтверждение отказаться я сказал да короче процесс идет еще раз повторю для тех кто недавно присоединился 7 августа у нас открывается тестирование новой версии сайта и с первого сентября мы все повально переходим на новую версию сайта новую резиновую быструю адаптивную с классно 4 ляма неплохо ну то ли еще будет так турниры русбрейнкап должен был перевести но не получается у него из-за лимитов 4000 баксов на новую серию русбрейнкап вот оно как то есть русбрейнкапом быть это из киберспортивного фонда идет идут средства но что-то мне подсказывает что русбрейн все-таки переведет эти деньги и ему можно доверять да возможность проводить турниры с групповой стадией теперь у всех пользователей не только у админов окей во хороший пункт расширение инфраструктуры мантич понравится мантич во первых мы встаем наконец на Курчатова арендуем стоечку нам туда 20 гигабит подтягивают это приблизительно 10 тысяч дополнительных зрителей туда ставим сервачок на хранение записи второй резервный я как раз спор выиграл по dark souls половинка пойдет именно на закупку этого клевого 1 юнита с 12 винчестерами скорее всего будут сегиты 4 терабайтники они и по цене хорошие и отказы устойчивость у них отличные короче это будет практически полная копия текущего нашего хранилища и надежность сохранность записи будет еще выше выиграл спор да я выиграл спор я выиграл спор логич ты пропустил этот момент ну записи посмотри там там хорошо все туда же ставим соответственно раздающий сервак собственно который будет канал ну держать новых зрителей дополнительных и туда берем еще пару железок на веб-сервер уже третий по счету получается у нас веб-сервер и сервер уведомлений но это все под новую версию сайта то есть там хорошая железка с хорошими процессорами 2670 они кажется 10 ядерные все-таки ну или 12 ядерные даже хорошая чистота много оперативки в общем ставим новые железки в новом цоде на Курчатова плюс будет в течение месяца модернизация легкая на основном нашим ну не нашим узле где мы представлены на м9 еще плюс 20 тысяч зрителей дополнительно ну то есть это единовременно там еще 40 гигабит выделяют благополучно глобально так стратегически это очень хорошие новости главное чтобы у вас не лагало вот это резюмируя мантич ушел блин я хотела бы мнение услышать ну ладно приложение уже говорил о том что вышла новая версия под андроид версия 1.3 уведомление начале избранных трансляций хотя там один товарищ в комментариях написал что у него не работает поддержка трансляции через хром каст это ключевая фича собственно которую больше всего просили вы или не вы кто-то просил используя либо отзывы на плей маркете либо через систему отправки информация об ошибках багах продолжайте использовать в том же духе потому что замечательный разработчик андрей виноградов он же доктор рей он все читает и на основе ваших отзывов планирует что пилить в следующем апдейте я не вижу причин останавливать такую постепенную разработку приложение под андроид и по сути все зависит от вас то есть какие фичи нужны что нравится что не нравится пишите отправляйте и он исходя из этого будет планировать что ему к следующему апдейте делать обновление механизма покупки так когда будет возможность проводить турниры ффа скажем а ты можешь и кстати в рамках групп проводить то есть попробуй фуфа это по сути играет каждый с каждым победитель один создаешь группу на 4 человека из которой выходит один человек профит ну то есть можно так попробовать ну я бы попробовал я не пробовал но вполне возможно что турнирная система позволит это сделать так общее исправление улучшение производительности и обновление механизма покупки премиумов там была дырка и золотали макета приложения для планшетной версии андроид уже показывал по айфон очень вяло идет разработка но разработка продолжается тестирование продолжается новые тестировщики пока не нужны после апдейта скорее всего будет объявление о наборе новых тестеров вот но если вам очень не терпится думаю что можно написать письмо попросить там витя пожалуйста на ios собака вот ну ладно ну я на телефоне жены смотрю у меня то у самого айфона нет другие исправления здесь исправление с копом сделать единый контрол для видеорекламы всех агентств чтобы выключение звука и закрытие рекламы находилось в одном и том же месте это было от пользователя на прошлой трансляции в новом селекторе показываются скрытые подгалкой стримы пофиксили при клике на второй плеер на странице канала происходит ну короче это все пофиксили я могу я просто зачитаю и все не буду говорить что пофиксили сбивается фильтр новостей вставить горизонтальную линию в комментариях канала не работает вставляется но не отображается добавить возможность добавления сори за тавтологию видео с Vimeo и Twitch теперь собственно на Goodgame можно добавлять свои видеозаписи с этих двух служб хотя насколько я помню в Vimeo были проблемы именно с игровыми трансляциями они к этому контенту не очень хорошо относятся именно к что непосредственно из игр там есть много роликов комбинированных там с Intel Extreme Masters еще какие-то но записи трансляции они раньше не приветствовали но просили и добавили если при добавлении видео видео спецом указывается аник стримера то необходимо отправлять на e-mail уведомление о новом видео всем подписчикам этого стримера окей смайликами множество бумага уже давно его добавили поп-ап черный список он был сначала не очень ну мы его делали очень быстро потому что там потребность была от пользователей острой темы и хотелось сделать пусть и так сойдет вот но потом доработали и вот сейчас можно абвера добавить черный список с нормальным интерфейсом уже вот раз вы уверены что хотите добавить этого стримера в черный список добавить и собственно этот иконочка меняется на красную у вас кажется в моих подписках кстати хороший хороший вопрос в избранном у нас должны же отображаться эти темы сейчас посмотрим да черный список отображается в отдельной вкладке и вот плюс еще выводим количество скрытых стримов 4 из 500 ну один товарищ написал на саппорт вы сделали черный список он у вас не работает я нажимаю на кнопку а стрим не добавляется в черный список ну и там типа ах вы не хорошие такие но выяснилось что у человека уже 500 стримов добавлены в черный список думаю ничего себе увеличивать ограничения ну сколько таких людей решили сделать индикацию какое количество скрытых стримов есть но это конечно бывает бывает нетерпим он к окружающему миру видимо ну просто если вам не нравится так много то почему бы не добавить в избранное а не в черный список то есть чтобы у вас просто был список тех каналов которые вам интересны а не те которые не интересны ну каждый как хочет в общем тут в принципе 500 стримов на всем сайте найти сложно но одновременно идет как раз вечером 500 стримов но так то каналов там десятки тысяч там 70 70 75 тысяч кажется ну да это проблема ну ладно не будем это это его дело главное индикацию добавили и все замечание пожелания по опечатать добавьте сообщение новых подписчиков это уже дублировалось где-то в другом месте ошибка в письме при об окончании премиума кажется грамматическое окно пожаловаться на стримеры уезжает за границы браузера надо бы исправить да канал хэппи необходимо а да там же когда хэппи благополучно решил перейти стримить на твич мы уже делали так кажется с анклавом или с пепсиком или с кем то еще в общем тем людям которые подписались на хэппи мы сделали общий премиум на все каналы и сбросили 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 как он называется срок ну короче у них полный месяц нам все равно это по сути не стоит ничего кроме затрат по там по нагрузке так скажем но это все равно капля в море скорее имиджевая такая тема чем заменить иконки форума да задача была только сегодня выполнена иконочки еще раз повторю из новой версии сайта свгшные перерисованные ну они в таком же стиле в общем то чтобы не было диссонанса может быть кто то и не заметит и самое ценное самое интересное напоследок я оставил контент с нецензурной лексикой ох сложная тема которая я наверное буду прыгать от одной мысли к другой потому что тут много разных данных значит какая у нас ситуация сложилось это я удачно дошел будет интересная тема там создавайте сразу интересную тему на форуме значит была тема о гнуме насколько я помню которая вызвала большой резонанс ситуация заключается в чем у нас на сайте нецензурная лексика запрещена но при этом так или иначе на большинстве каналов иногда проскакивает нецензурная лексика из-за этого сложилась некая схема по которой модераторы работают то есть если пользователи зрители стримера не жалуются в принципе то модераторы ну во первых каналов много они туда и не заглядывают на каналы которые на дне смотрит на мой пять человек ну ругается он и пофиг если устраивает зрителей то канал остается за редким исключением если там какая-то жесть стримят канал могут просто забанить ну там бывают неадекваты при этом если пользователь жалуется то у модераторов есть специальный раздел давайте я лучше покажу чтобы это было наглядней раздел называется жалобы жалобы на стримы если жалоб нет то все жалобы просмотрены ну кстати пожаловать пожалуйста на мой канал кто-нибудь чтобы я зашел и посмотрел новые жалобы вот то есть если зритель не устраивает контент который проходит на у какого-то стримера он оставляет жалобу и в этом разделе появляется жалоба которую собственно модератор рассматривает он заходит на этот а вот уже четыре жалобы то есть это к вопросу как работает модератор как они рассматривают жалобы вот меня больше всего подвешивает когда кто-нибудь такой из односложных товарищей говорит да кто эти жалобы читает вот пример я зашел ни одной непрочитанной жалобы не было до тех пор пока я не попросил пожаловаться модератор работает вот тут собственно видно кто пожаловался на что когда и с каким сообщением если ну модератор например видит что тут пользователь жалуется на маты он переходит на страницу канала и начинает слушать если мат повторяется то он может в зависимости от этого стримера то есть знает он его не знает уже были предупреждения не было предупреждения либо написать ему в чат предупредить о том что пожалуйста не жестите иначе поставим галку либо поставьте галку 18 плюс самостоятельно либо сам пойти сразу эту галку поставить но если стример уже опять же нарушал и не первый раз давайте позакрываю это все дело а то добавить жалоб модераторам да хорош ребята все не надо больше и все главное на меня жалуются на майкера да 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 ну бас все очень плохо вот ситуация с гнумом была довольно простая то есть его пригласил Игорь Арчер который собственно занимается выбором стримеров и приглашением их собственно на нашу площадку сказал о правилах о том что нецензурная лексика допускается но без перебора то есть если тебе делают замечание то надо прекращать либо ставить 18 плюс но у гнума было довольно много нарушений если мне не изменяет память можно конечно посмотреть на то как там редактировать скажет у него было порядка десяти предупреждений и собственно ставили ему галку в общем ситуация была до безобразия простая жалуются на канал потому что там нецензурная лексика модератор заходит на канал он видит что там и слышит что нецензурная лексика пишет сообщение цензурное просит стримера поставить галку 18 плюс тот его посылает на три буквы вот собственно после этого канала естественно кажется просто под галку пошел не факт что его просто забанили вот вот но почему-то пошел вайн но понятно почему пошел вайн потому что с одной стороны на сайте мы не приветствуем нецензурную лексику и в правилах четко прописано что ругаться нельзя с другой стороны опять же повторюсь часть стримеров нет нет на эмоциях ли использует нецензурную лексику ну вот посмотрите тут использует 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 иногда не знаю не знаю использует использует бывает не знаю и если бы мы тупо банили людей вот прям вот за одно слово сказанное не в оскорблении а просто вот вот куда-то у нас было бы где-то в два-три раза меньше стримеров на сайте вот эта ситуация не очень хорошая поэтому и был найден такой компромисс вся почта заплужина телефон вибрирует как нормальный галка выставляя на неделю я понял как вибрирует телефон у нас же нет вроде этого реализации зато были бы самые-самые да самые-самые это понятно короче мы хотим мы хотим ну во-первых была тема на форуме это по гнуму была следующая тема на форуме по 18 плюс был весьма толковый толковая запись в блоге из которой я большую часть информации собственно и почерпнул по этой теме мы хотим сделать следующее что вы готовы готовы я уже прочитал да оно было доступно в общем мы хотим сделать так чтобы правило были простые и прозрачные запрещать нецензурную лексику это значит оставлять оставлять текущую систему и соответственно продолжать как-то балансировать на грани то есть прощать тех кто иногда ругается делать им предупреждение кого-то банить в общем необходимо изменить функционал галки галка это 18 плюс чтобы он не скрывал стримы на главный или списка всех стримов при заходе на стримы с галкой в плеере необходимо показывать заглушку которую сверстает дал ну собственно твич подобная заглушка о том что внимание на этой трансляции может присутствовать нецензурная лексика начать просмотры а да еще же я хотел показать вам аудиторию нашу школьников сожержимые сожержимые вот я хочу немножко отвлечься сказать что скорее всего я надеюсь на это и по крайней мере я сам-то вообще никаким макаром не поменяюсь и надеюсь что это изменение с не поменяет стиль комментирования того же самого сереже или там абвера но тех старичков которые которые же сформировались им не нужно ничего там доказывать при это самое при привлекать какими-то способами новую аудиторию повзрослели мы немножко всего семь процентов пользователей младше 18 лет дальше чуть больше половины 18-24 я попадаю в четверть аудитории 24 и один процент ну и дальше идут вообще 35 44 старше 45 лет это статистика только по сайту без плеера то есть это только только те которые заходят на сайт да 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 много вот меня 9 процентов поразило конечно значит стримы показываются мы не будем делать никакую индикацию на главной странице как на sk2 tv потому что любая индикация особенно красная с 18 плюс она скорее привлекает внимание к этим трансляциям а нам этом не нужно нам нужно просто уведомлять пользователя о том что на этом стриме может присутствовать нецензурная лексика и и все дополнительного внимания специального какого-то раздела для этих трансляций иконок мы делать не будем как раз по той причине чтобы не да заглушка не появляется в случае если пользователь нет это не важно в течение стрима нажал это тоже не важно короче дальше идет следующая проблема которую мы с главным нашим модератором обсуждали если например стример использует нецензурную лексику то по логике в его чате пользователи типа ему можно а нам нельзя тоже будут использовать нецензурную лексику и их соответственно будет банить алиса ну как бы еще и вообще все равно кого банит она не разбирает ни своих ни чужих вот поэтому мы добавляем опцию как для стримера так и для зрителя по алисе стример может сам отключить алису на своем канале пользователь тоже может сам включить или отключить алису на своем канале то есть настройках чата появится некая опция которая позволит вам определять будет ли алиса фильтровать нецензурную лексику а других пользователей или не будет еще одним важным нововведением будет то что если вы в принципе не хотите видеть этот контент то в вашем бета профиле будет галочка не показывать стрима 18 плюс на главной странице и на странице всех трансляций то есть вы остаетесь так же как сейчас отгорожены от этих каналов зачем это нам надо во первых привлечение новых стримеров сложная позиция популярность все дела но на примере гну мы столкнулись с ситуацией что приходит стример со своей аудитории и из-за непонятных вот двойственных таких вот правил ну из-за того что он послал в общем-то модератора главным образом он ливает нам это не выгодно потому что нам нужно развиваться нам нужно больше зрителей нам нужно больше денег вот короче это мешает развитию сайта и мы уже в который раз сами себе палки в колеса вставляем ну и вторая причина правила должны быть четки то есть можно если маты запрещены то почему некоторые ругаются на этот вопрос ответить очень сложно как-то так что-то я еще забыл так в данный момент нецензурная запрещена да и решение правил не запрещаем перед проигрыванием показываем окно предупреждения в бета-профиль добавляем опцию не показывать канала с нецензурной в чате на таких отключается алиса но пользователи стримера могут его вернуть пользователь настройках также может принудительно включить алису такие стримы отображаются в общем списке на главной странице индикации не будет чтобы не привлекать внимание вроде все сказал и стримы с нецензурной не идут в одноклассники хотя там тоже часто у них целый этаж модераторов как выяснилось когда вот экскурсию проводил товарищ у них целый этаж в центральном офисе занят модераторами которые разбирают сообщение и это не спасает вот но это сложная конечно тема я надеюсь что все взрослые люди с одной и двумя вышками и текущие стримеры не изменят сильно своему стилю но новых будем воспитывать потихонечку ассимилировать нас уже много что насчет стримов фильмов спрашивает локи локи смотри там у модераторов было было общение по этому вопросу мы скорее всего текущую галку мы добавим новую галку просто новую галку который под которую попадает как раз фильмы спортивные трансляции сериалы то есть тот контент который ну не подходит сайту вообще чтобы его не видно было то есть просто у модеров будет галка которая будет убирать а и кстати соответственно страница канала сверху не будет уже этого уведомления о том что вы там используется нецензурный ваш не отображается просто будет в плеере уведомление ассимиляция завершена говорит джокер хорош одни пики в чате да пришли принесли пеку вот анонсировали пятый сезон прайм-тайма разрешили нецензурную лексику все Адольф победил да я не против на самом деле чего главное чтоб руководил хорошо предлагаю перейти ко второй части трансляции а именно комментариям еще раз прошу вас оставлять свои идеи пожелания если у вас есть что сказать можете даже в skype позвонить оставляйте в комментариях свой skype наберете объясните мне как надо что что нужно что не нужно ты вообще играть будешь так а ты вообще читаешь message of the day вообще когда можно добавлять игру в игнор а не вылавливать стримеров каждого туда засовывать не знаю не знаю не знаю когда это планируется тоже сентября спрошу ветеран нет это будет сделано в течение я думаю недели на текущем сайте если zero или справиться со всем там правда сложность с тем что нужно и во флеш плееры сделать в тмл плееры сделать в zero или не знаю с хтмл плеером там с я вас криптом есть сомнения что запилит но надеюсь запилит если не запилит то лаки поможет ну и все вопрос пары галок не так сложно зачем ждать сентября надо проверить тем более систем потому что в сентябре я чувствую нахлынут учитывая призовой фонд в четыреста там тысяч рублей на соревнования стримеров новые лица и надо уже чтобы система была готова к таким товарищам и в плане уведомлений и в плане настроек чтобы им не мешать и местные товарищи имели инструменты для того чтобы фильтровать то что может пройти мимо что значит на текущем сайте будет другой смотри bad goodgame.ru bad user bad pass заходи так переходим к комментариям что было сделано ничего денег нет но вы держитесь очень 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 классная шутка обожаю когда одну и ту же шутку проецируют на очень смешно с каждым днем партнеров все меньше и меньше киберспорт походу начинает отжимать внимание спонсора к себе мы уже давным-давно независимо от тех партнеров которые находятся на главной странице если ты про про это невооруженным глазом видно какие источники монетизации есть у сайта и как сайт развивается и это очень хорошо одно дело зависит от одного двух партнеров с которыми рекламные контракты а другое когда у тебя есть органическая система завязанная на аудитории и которая работает и растет она значительно стабильнее ну бас уведомление начале избранных трансляций приложение обновил уведомление как не было так и нету я передам доктору раю он кстати может быть в чатике надо посмотреть да он чатике так только в сетке показывать иконки раз первую очередь не на аватарке а и речь идет о том что есть макет сетки в в турнирах да и там аватарка и не показывается раса это просто неудачный пример потому что иконка показывается не на аватарке а перед никнеймом и и она будет просто она не у всех игр есть то есть иконка есть сейчас только у не знаю старкрафта точно есть если у варкафта возможно но у там хаэса каэса какого-нибудь иконок нет то есть иконки будут они будут после аватарки перед никнеймом пользователя это мы не должны упустить все ссылки в новости не кликабельны очень удобный редактор однако сделан 0 ну во первых он делан с и не 0 л во вторых ссылки я набросал специально без возможности кликать это уже 0 после твоего твоей жалобы зачем ты все переделал дело в том что это витин дропбокс и вообще туда не надо заходить чтобы не создавать никакую там серьезную нагрузку вот я как бы не обломался бы ссылку копировать и вставлять браузер тем более что мне открыто было все ссылки вот вот таким вот образом заранее открытой ссылки нет надо поворчать бу 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 их сейчас бы 1016 читать белым по черному не черным по белому шутка про белую версию сайта хорошо смешно где радость про матные стримы ты из-за них больше сайта общаются они если ты не понял понятно говорят майкер не настоящий верни верни глава бобра да нет это просто такой ну мы мы сначала на самом деле тут у меня не было изначально мысли о прайм-тайм то есть был бюджет там условно говоря в 30 в 300 тысяч рублей я посмотрел что можно сделать на этот бюджет в плане медийки в плане контекста в плане видеорекламы посмотрели тесты пообщались пару агентств и там по турнирам посмотрели и наиболее эффективным способом привлечь новых стримеров и возможно активизировать текущих стримеров это взять текущие свои kpi по премиум подпискам по поддержке по аудитории частоте с трансляцией и дополнительно промотивировать то есть у нас в принципе есть рейтинг текущий есть уже база стримеров есть средства на продвижение так скажем почему бы не попробовать сделать такой эксперимент мне кажется он будет гораздо более эффективным потому что меньше и посредников и сразу понятны целезадачи чем куда-то там их сливать про соревнования стримеров надеюсь шутка а и после этого как бы товарищи с которым я делился идеи они сразу проводили параллель с прайм-таймом вот ну правда у прайм-тайма другой формат был там все на одном канале определенное количество стримеров определенные правила а мы по сути ничего в текущей системе не меняем берем рейтинг каждый на своем канале просто это такая дополнительная мотивационная составляющая как то так а да зероль тут подписался по редактору не задумывала 10 минут открытия ссылки они просто не не предполагалось я возможно я сам виноват что новости сделал такую не не сильно юзабельную для левого человека она по сути является служебной помните как мы меняемся к лучшему писали там на коленке где-то в документе в google docs это просто список тезисов чтобы основные вещи не забыть не пропустить и вам я все равно на стриме все макеты показываю поэтому смысла не было эти ссылки расставлять париться тем более мне сегодня еще по времени беда надо увеличать в девять часов так едем дальше про чат с клашек если там пишут стримеру на гг будут видны эти сообщения по умолчанию надо задействовать левый софт про чат с клашек клашка 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 я не знаю что а клашка видимо одноклассники нет интеграции такого уровня нет но мы планируем во первых сделать базовую интеграцию по логину через одноклассники но это самое самое простое и одна из тем на офисную на ту работу которая будет у нас летом и после лета в офисе там самые безумные идеи записываем это в том числе и агрегирование в чате разных других чатов я сомневаюсь надо с рутоне будет пообщаться он вроде как приезжает тоже белгород если мне память не изменяет надеюсь нет он точно в конференции но не знаю получится не приехать или нет на главный селектор каналов опять перестал подстраивать под меня группировки просто забил на бесполезную строку турэрр пишет на главный селектор перестал подстраивать под меня группировки видимо речь идет о селекторе трансляции на главной странице сверху там где игры отображаются те которые ты чаще всего смотришь нужно чуть больше информации о проблеме потому что с одной стороны этот селектор заполняется автоматически исходя из того какие каналы ты смотришь по каким играм соответственно ты можешь вписать вручную любую последовательность из игр и даже жанров в селекторе например тебе интересные ртс жанр спортивные игры нет ртс можно по-русски ртс написать интересно давай реал тайм тогда нет реал тайм вроде у нас там по жанру стратегии просто видимо да вот и появляется и отображаются собственно стратегии старкафты варкафты рим рим world supreme commander вроде правильно все ну если я скорее всего просто не понял в чем именно проблема желательно просто подробнее расписать что именно перестала подстраиваться под тебя выпадающий меню подписок отображает значение зрителей только с гг плеера на странице подписок уже суммированные с зрителей всех плееров так и выходит что влг смотрит на зрители если верить вашему мнению ничего страшного главное что он отображается вот у меня кулер тоже с нулем зрителей хотя можно в общем то но как это сделать отображать там стрича суммарное количество отображать можно это не сложно я на самом деле по старому сайту стараюсь не делать задачи вообще на какой-то новый функционал потому что им занимается только 0 и хочется чтобы он справлялся с фиксами наиболее важных багов ну давайте поставим эту задачу с низким приоритетом там вроде не так сложно это сделать в главном меню меню в избранном показывать суммарное число зрителей а не только на плеере гг хотя мне кажется что это такая хотелка не столь важная низкий приоритет забыл поставить едем дальше так и не отладили работу с часовыми поясами мы ее и не делали в общем то мы в профиль и часовые пояса оставили на резину то есть в профиль указал свои екатеринбург плюс пять который списке почему до сих пор екб плюс шесть но работает как и надо но чтобы расписание отображалось по поясу все равно нужно нажать галку под расписанием также при добавлении анонса указывается нужное время мне время но она отображается согласно моему часовому поясу а сохранится по москве конечно про это нигде не указано удобно так что кипятком писаю просто забил на анонсы так давайте вычленять отсюда информацию во первых поменять в списке екатеринбург с плюс шесть на плюс пять тоже низкий приоритет я на самом деле не сильно расстроюсь если эту задачу так и не выполнят до резины потому что все равно профиль очень сильно видоизменится и не факт что этот фикс перейдет на новую версию сайта но учитывая то что он простой сравнительным может пойдет также при добавлении анонса указывается нужное время то есть местная до отображает согласно часовому хорошо сохранится по москве понял да что за резина там делитесь пацаны ссылками а то некоторые редко заходят видимо и пропускают все на zero или беден zero или рандомайзер часто я видел что стример хоть что-то разыграть использует раза рандомайзера выигрывает либо бот либо зритель молчун кто-то авка вообще не предлагаю настроить так чтобы участвовать только те кто был активен в течение в течение пяти минут мне кажется этого достаточно ну или как вариант розыгрыш среди тех кто кстати да некоторые стримеры решают проблему с розыгрышами просьбой написать в чат плюсики и через программу стороннего чата эти пользователи участвуют в розыгрыше но в принципе делается это главным образом для того чтобы как раз разыгрывать среди и тех кто активен кто здесь кто не пропустит приз сегодня кстати ключ на трансляции лонго его товарищу на рандоме разыгрывал и только третий был на связи поэтому опция причем она скорее всего даже по умолчанию должна быть включена будет полезно а есть кто из стримеров на трансляции вы в чатике можете написать этот это изменение нужное просто я не думаю что быстро сейчас конференции кто-то откликнуться а вот в чатике могут написать этот заметил что вы сделали черный список круто да где-то месяца три назад тиран горит да норм фикс а если я на диване значит ты ленивый настолько что не хочешь ради участия в конкурсе указание часового пояса профиля вообще ни на что не влияет так что сделаешь задачу что просто спрятали это поле место фиксов отлично вот и я просто тоже помню что мы вроде даже и отложили этот вопрос до резины так но эта задача будет еще проще предыдущих не найдено уже отлично убрать поле нет поле нет проблемы до часового пояса и с профилем пользователя на самом деле мне очень нравится когда сайт становится чище проще и это исключает многие ошибки то есть бывает что пилится какая-то фича которая находится там далеко и в общем и так сойдет обожаем обожаю и представляете нас шестеро там семеро что будет приходить периодически в офис все футболках и так сойдет приходят в офис у нас там просто такая будет такой креатив попрет все будут на одной волне так кто-нибудь из стримеров кроме тирана еще отписался о рутони здесь отлично привет рутони зачем нужен смайл отходов ну дизайнер так видит у него свое чувство прекрасного пудинга да есть тоже некоторые задачи которые они не такие важные и если уж нарисовали ну так давайте сформулируем эту тему в чат в рандомайзер добавить чек-бокс по умолчанию включен так как у нас выглядит там масса же чек-боксов ага премиум зритель да вот тут надо на витя сначала поставить задача куда этот чек-бокс поставить «По умолчанию включен», «Разыгрывать», как покороче сделать, типа среди активных пользователей, среди активных за последние пять минут, среди «Выбрать случайного зрителя», «Выбрать случайного зрителя», «Заголовок», «Активных последние пять минут». «Ах, не по-русски». «Выбрать случайного зрителя среди активных в течение последних пяти минут». Ну, как покороче там. Накидывайте, пацаны, среди недавно активных пользователей. Я в курсе, что Фоги из группы вышел. Что ты думаешь, я тут просто так сижу? Среди... Не, надо еще время указать. Как пропустить рекламу? Я только навожу курсором на кресло, он бац, меняет свое местоположение. Не может такого быть. Скрин, саппорт, присылай. Добавить ключевое слово, типа плюс, кто хочет участвовать. Так вот зачем в Рутоне это делать? В принципе, самая главная задача, которую стримеры решают, это чтобы не было неактивных людей. То есть пишут они плюс. Обычно те, кто общаются в чате, они пишут плюс. Они могут также плюс написать перед тем, как он начнет. Или минус. И не будет проблем с тем, что кто-то напишет пробел и плюс. Или как-то там что-то синтаксическое. Но это проще, тупо проще. Витя, запили новый рандомайзер профит. Так у тебя же с текстом будет еще похлеще проблема, чем у меня. Там вот нашли вот на этой. Витя, удачи. Это безусловное улучшение. Контент с нецензурной лексикой. В данный момент нецензурная запрещена. Это я писал, да. Это идет под заголовок «меняемся к лучшему». Да, да, да. Несомненно, большая часть на ГГ не обратит на это внимания. Но это шаг в сторону обыдления, отупления, большой агрессии на сайте. Кстати, хочу сразу акцентировать внимание, что подобно Твичу, хоть и нецензурная лексика на части канала будет разрешена, но оскорбление в адрес пользователей также будет караться по закону. То есть нецензурная, кинутая куда-то в сторону, она уже может пройти на таких каналах. Но если вы используете это в сторону конкретного человека, зрителя, стримера, то это идет под статью. Так что... Но вот это один из тех моментов, которые мы активно обсуждали, потому что это две вещи, которые очень близко идут. Как вот эту грань провести? Ну вот это самая, наверное, сложная задача будет для модераторов. Возможно, я смотрю на ситуацию совершенно в одном блоке, но я заметил, что некоторые развлекательные каналоги Ютуба наоборот стараются привить к молодежи какие-то знания, заставить что-то читать, познавать того же Гоблина, многие другие, подталкивают молодежь интересоваться историей культуры. На ГГ казалось, руководство имеет семьи? Казалось, сами воспитывают, да. Имеют хорошее образование? Нет. Имеют и вместо позитивного влияния на свою огромную аудиторию выбирают такой путь. Да, сложно с этим спорить, на самом деле. То есть, с одной стороны... Вот, блин, я уже все рассказал. Если запрещать, то нам придется выкинуть две трети трансляции с сайта. И не то, что о каком-то развитии, то есть, привлечении дополнительных стримеров и аудитории не может быть и речи, но его пойдет сокращение числа каналов и числа зрителей. Если мы, в принципе, хотим развиваться дальше, то надо привлекать стримеров с другой аудиторией. То есть, материться на жизнь можно, но людей нет? Ну, если это конкретный человек в чате, то нет, конечно. Ну, в принципе, на людей, я думаю. Ну, короче, надо у модераторов спросить. Я не вдавался в подробности. Мы с Димой хоть и обсуждали эту тему, но и с модераторами немножко, но я не все прочитал, что следите, в общем, за обновлениями. Все будет постепенно внедряться. Дотеров завезутся. Скорее всего, кто-то придет из дотеров. Все больше на сайте быдло смайлов, все больше быдло контента, стримерши с глубоким декольте. Это где? И прочее. Разумеется, на сайте есть очень хорошее позитивное введение, но вот аудитория хоть растет, но меняется в худшую сторону. К сожалению, безразлична к этому большинство ответственность на руководство. Но с последним не поспоришь. Мне придется это все в конечном итоге пожинать плоды этого всего. Но я буду следить внимательно за развитием ситуации. С одной стороны, есть практика на параллельных проектах, с другой стороны, есть сформированные комьюнити стримеров и зрителей. И я думаю, что не на саморегулировании, но ничего сверхъестественного не произойдет в конце концов. У вас будут инструменты и к, ну, текущей к добавлению в черный список стримов, или в принципе не показывают стримы с нецензурной лексикой. Также появится возможность настраивать Алису таким образом, чтобы для вас вообще ничего не поменялось. Сгоблинов привел неудачный пример. Это не он, кстати. Это Упергеймер, он парит. Когда вы встречаете какой-то турнир, который сильно размазан по времени, вы делаете одну новость, потом ее обновляется. Так, например, на главной может висеть... Да, есть такое дело. Внутри новости накидываются сетки всяких квалификаций, которые уже пару месяцев как прошли. Пихается сетка плей-офф, которая вот-вот может только начаться. Это в одной куче. Не лучше ли сделать одну новость внутри, а в тексте внутри уже показывать ссылку на связанные события. Мы тоже чисто архитектурно думали над этим. Более того, когда первая версия Goodgame делалась, у нас были понятия события и подсобытия. То есть гораздо более сложная иерархичная структура. Практика показала, что пользователям это не нужно. Им удобнее заходить в одно место и смотреть все в одном месте. Скролить они не устанут. А вот переходить куда-то дополнительно для того, чтобы найти дополнительную информацию по этому же событию или по связанному событию, они не будут. Ну, я мыслил, в принципе, так же, как и ты лет 8 назад. Мне казалось, это хорошая идея. Витя, как тебе оформление? Понятно. После нажатия на значок обновить на главный – это такая фича. Что там, старую главную юзаешь? Удачи. Воспоминания молодежи должны заниматься родители, учителя в школах, а не игровые порталы в интернете. Ну, я уверен, что эта тема вызовет большой резонанс. Я уже тезисно повторил, что по нецензурной лексике, почему такие нововведения, какие нововведения, какие инструменты. Мы это обсуждали долго в кулуарах, ситуации разбирали и прошедшие гипотетически. Поэтому я думаю, что все будет хорошо в конечном счете. Есть баг или фича, которая меня уводит из себя. Это реклама в могильном приложении на андроиде. При просмотре любого стрима, если реклама есть, она показывается. Прикол в том, что если ты посмотрел эту рекламу, потом решил посмотреть другой стрим, и ты опять вынужден ее смотреть. Безобразие. Если другой стрим не понравился, ты включил третий, опять ты рекламу смотришь. Уже заученную до дыр. И так до бесконечности. Хорошо, что хоть реклама нормальная, проваха. Но она тематическая из видео, насколько мне известно. Но смысл-то какой? Банальные вещи начну говорить. Но на разработку приложения необходимо потратить ресурсы временные. Ну и, соответственно, финансовые. Его нужно нарисовать, его нужно закодить. Со стороны сайта нужна поддержка. Потом CDN раздает, собственно, трафик на приложении. В принципе, кто-то может это сделать бесплатно. И можно на этом сэкономить. Но по-хорошему желательно, чтобы приложение приносило какие-то средства. Чтобы оно генерило какие-то средства, которые можно пускать на развитие этого же самого приложения. Поэтому то, что ты смотришь одну и ту же рекламу, это прекрасно. Прекрасно, потому что за каждый просмотр мы получаем там 10 копеек или 20 копеек. Не знаю, сколько там от видео нам сейчас появится рекламной кампании. Более того, мы побуждаем тебя подписаться на премиум и поддержать либо конкретного стримера на три четверти. Ты же их смотришь, это же клево. Сайт всего 25% забирает. Причем из них мы еще 7% налоги платим. Короче, система работает. Это бака или фича. Что? Это концепция. Это подход. Понимаешь, можно сделать кое-как. И потом забить на обновление. А можно сделать так, чтобы это приносило доход. И этот доход пускать на развитие того же самого приложения. Все работает, как и задумано было. Все правильно. Это не баг, не фича. Это подход. Когда изменится требование к получению премплеера у стримера? Когда создавались старые требования, аудитория была в развитии порядок меньшим. К сожалению, мы отложили покупку нового кодировщика, потому что из-за курса он стоит где-то 1,7 лямов. И сейчас, в данный момент, у нас свободных таких средств нет. И мы отложили пока эту тему. Место есть, куда его поставить. То есть, как раз в Цодино-Курчатово стойку арендовали. Там масса свободного места. Более того, в заявке этот сервер уже указан. Более того, я узнал уже у трех разных поставщиков. Нашел оптимальную цену. Ну и подробности по заказу. Но железка стоит денег. Поэтому требованиям менять мы можем только тогда, когда у нас появятся мощности на обработку потоков. То есть, как это происходит. У нас есть там топ-50 стримеров. Ты туда заходишь, в этот топ попадаешь, благодаря тому, что стримишь часто и тебя смотрят много. И тебе выдается права премиум стримера. При этом твой поток мы обрабатываем. Там высокая, в среднем, в мобильная, на специальном кодировщике. Который я показывал. Клевый кодировщик. Трехъюнитовая нода на 24 системы. Однопроцессорные, там хорошие высочастотные процессоры, которые позволяют кодировать в данный момент до 50 одновременных премиум трансляций. Ну, мы не все там блейды используем. Там у партнера часть. Но смысл в том, что, чтобы уметь изменить требования к получению премиум плеера, мы должны вложиться в инфраструктуру. На данный момент цена вопроса вот в районе 1,5-1,7 миллионов рублей, которых в данный момент у нас нет. Но, надеюсь, в перспективе появится. Продублирую сюда. Предложение. Что если после создания анонса единоразово дублировать чат-время и тему стрима? Хорошая тема. Мне нравится. Нет, вообще мы в чатике на резине будет несколько видоизменен. Видоизменены сообщения, которые появляются в чатике. Они будут не снизу, а сверху. Уведомления. И есть еще вариант, что message of the day. Здорово, чувак. Хочу вас модером поработать. Только платите петушки. Ой, хорош. Это кефир, кефирок. Я периодически читаю твои темы на СК-2ТВ. Молодец. Молодец. Иногда интересно. Но лучше бы ты что-то полезное делал. Вот серьезное. Модераторы нам не требуются. Если ты что-то умеешь, рисовать, танцевать, петь, программировать. Что у нас еще требуется? Писать новости хорошо. Английский, может, в совершенстве знаешь. Или какой-то другой язык, например, китайский. Приходи. У тебя, судя по всему, очень много свободной энергии. То есть такой вот неудовлетворенной немножко. И энергию, учитывая то, что мы все когда-нибудь умрем, хочется использовать рационально. То есть время у нас ограничено. Ресурс самый главный жизненный – это время. И вообще не хочется умирать с мыслью о том, что ты создал там тысячу тем на ИСК-2ТВ в свою молодость. Надо делать то, что останется и что будут помнить с положительными эмоциями. Сделай что-нибудь полезное. Потому что энергия у тебя есть. Найди способ, найди место, куда ты свою энергию можешь приложить, чтобы остаться все-таки… Мы даже тебе зарплату будем платить. Даже зарплату хорошую, если ты хороший специалист. Едем дальше. Продублирую сюда. Предложение. Что если после создания анонса это было единоразово дублировать в чат время и тему стрима? Ну, первое, что вспоминается – это месседж of the day. Но его трогать не хочется, потому что стримеры и помощники их сами заполняют. И не хочется туда, в принципе, вмешиваться, потому что можно что-то перезатереть. Но системным сообщением почему бы и нет? То есть просто после того, как анонс появляется, в чате идет сообщение о том, что анонсирована трансляция. Хорошая идея, мне нравится. Тем более, что… Хотя анонсы сейчас летят, куда только они не летят. Да, если серьезно, у вас есть какие-то навыки, ну, в областях, которые я перечислил, напишите на maker-sobaka-googame.ru. Недавно вот Женя, сегодня Женя сказала, что возьмет на работу в редакторский состав Титана. Помните этого товарища с ProPlay, который новости писал? Он появился, кажется, сразу, после того, как мы оттуда ливнули. И вот он вроде толковый товарищ. И эксклюзивы делал, переводы хорошие. Так, значит, после… Может быть, это в резину сразу? Локи, это на тебя поставить? Я просто не уверен, что… Еще раз, какие области? Нам всегда нужны хорошие программисты. По требованиям лучше поднять новость, ищем вакансию в программистам, называется. Она проходила около трех месяцев назад. По редактуре переводчики, кажется, в данный момент с английского не нужны. Ну, там, если вы журналист, там, или фотограф, тоже можно писать. Не надо это анонс во все чаты. Не во все чаты. Речь идет о чате канала текущего. То есть, в чате этого канала будет сообщение о том, что анонсирована трансляция. Хотя, зачем, если мы анонсы в плеере делаем, это вообще лишнее получается. Так, когда человеку нужно писать информацию о анонсировании трансляции в чате? Когда стрим онлайн, и происходит анонс, не бывает такого практически никогда. Где у нас встречается чат? Кроме эмбэдов, главным образом на странице канала. И если там плеер будет с анонсом, то это нафиг не нужно. Идем дальше. Ошибка. При включении премиум чата табличка внизу закрывает 2-3 сообщения. Это, кажется, есть уже в фиксах. Я на всякий случай продублирую, но вроде Витя эту задачу уже делал. Витя, если ты слышишь... Да, да, да. И в ленте тоже будет уведомление, согласен. Тем более она сквозная, в отличие от чата. Так что ты прав. Поддерживаю вопрос о рекламе с голым задом. А что за вопрос? Там далее уже ссылку на вакансию в программист. Михаил, нужны шаблоны для Message of the Day. К примеру, вставлять Tech Game. Вместо него в Moto D прописывается игра Time-время. Ленивый такой фонбе. Вообще. Какое у нас сегодня число? Что за игра? Сколько время? Прикольно. Можно, кстати, сделать опцию в новой системе анонсов на резине, что заменять Message of the Day информацией из анонса. Потому что там вся та информация, о которой ты говоришь. Что? Когда? По какой игре? О, древолка. Здравствуй, древолка. Грумпуешь опять? А, видишь, смотри. Ошибка при включении премиум чата, табличка закрывает 2-3 сообщения. У тебя же вроде была уже, ты уже делал такую задачу. Просто, где-то что-то слышал. Да, всегда, лично. Так. Сейчас, давите, сигнал дойдет. Задачу прочитает. А, задан на реализацию, но не на ошибку, не видел такого. Давай, я тогда тебе с JPEG-ом задачу поставлю. Ну, это общая проблема. Ну, короче, ладно, ты увидишься сам. Едем дальше. Забаненные пользователи не могут вызывать повторный Message of the Day. Страдали. 4 тысячи долларов на новую серву и разбринка. Пора бы сказать уже спасибо отдельной строкой Герри, который стабильно залил уже больше 6 тысяч. Естественно, я уже говорил Герри, и не только ему благодарность за то, что поддерживает. Просто я не регулярно поддерживаю турниры по Варкрафту. Просто, если честно, турниры – это такая уже экосистема, куда я практически не заглядываю. То есть там есть группа организаторов, есть группа постоянных там участников, есть там персональные какие-то, как у Вирдоса, спонсоры, есть люди, которые поддерживают какую-то серию турниров. И вся эта система, она работает, по сути, самостоятельно. Вот. Возможно, поэтому я и не... Учитывая то, что... Да. Спасибо еще раз всем тем, кто поддерживает турниры. Турниров, кстати, на данный момент проведено 3400 штук около того. То есть где-то по три турнира каждый день. Да. Будет ли статистика по донату у пользователя? Кому сколько, когда сумма? Мы до профиля еще не дошли, но, в принципе, это хорошая идея. Можно попробовать поднять... Поднять, поднять, поднять. Сейчас, подождите, подождите, подождите. Профайл пользователя. У нас же вроде были задачи с пожеланиями. Да, пожелания не готовы. Мы из профиля, во-первых, вынесли уже в турниры игровые аккаунты. Ну, там им как бы самое место. И профиль будет почище. Там, в принципе, профили на текущем сайте. Столько всего нужно убирать, чистить. Что там, Рави? Садик. Я... Будет ли рейтинг донатера с возможностью поставить галочку настройках аккаунта и не участвовать в этом рейтинге? Тут палка о двух концах, на самом деле. То есть, есть и пожелание от стримеров не показывать донатеров, и пожелание от некоторых пользователей не показывать. Так что, скорее всего, мы будем отталкиваться от некого общего рейтинга, который я показывал в... Закрыл уже все. Не, не закрыл. Сейчас откроем. В статистике в самом начале, на котором, собственно, и будет основан пятый... В смысле, в рейтинговой системе с призовым фондом в какое-то количество... Короче, все позакрывал, простите меня, пожалуйста. Позакрывал, но уже показывал. Ладно, давай, открой тогда. Раз уж начал. Скроль, не ленись. Вот, речь идет о вот этой табличке, где несколько параметров, исходя из которых, вычитывается некий рейтинг. И по результатам сентября будет, соответственно, победитель. Я не участвую, все в порядке. Да, и меня там уделало бы Леха там легко. Если не показывать донатер, это будет попахивать отмыванием бабла. Ой, я чувствую, это я специалист по отмыванию бабла. Да. Я, наверное, там... Ладно, хорошо. Я ничего не знаю. О том, что ты говоришь, у нас все чисто. Так, значит, о чем мы остановились? Почему ГГ ворует ОСК-2 все идеи? Неправильная постановка вопроса. Совсем неверная. На Хабре не так давно была статья, пару дней назад, относительно стоимости идеи. В принципе, большинство вещей, которые сейчас реализуются, были придуманы несколько лет назад. Идею, сама идея, она, по сути, на мой взгляд, ничего не стоит. Ну, то есть это просто слова, которые могут выстрелить, могут не выстрелить. Нужно подумать, нужно подумать, нужно адаптировать ее, потратить время на реализацию. Только после получения какого-то результата. Только после результата идея имеет какое-то логическое завершение и ценность. А по поводу воровства ОСК-2 ТВ, это распространенное заблуждение. Разок, конечно, Руслан ошибся с этим видеоредактором. И публично, пару раз на трансляциях сказал, что мы своровали идею с лучшими моментами. И с нарезкой этих лучших моментов по активности чата. Ну, я ему скинул лог в Скайпе, который датирован там два года назад. С описанием этой идеи в конференции, благо история Скайпа позволяла это сделать. Все вроде закончилось хорошо. Но, возможно, мнение такое у кого-то сформировалось. Так, пишите в комментариях. Ну, короче, я не вижу вообще ничего плохого в том, чтобы интересные мысли, интересные идеи пытаться адаптировать под проект. Особенно, если проект имеет какое-то сходство с другими. То есть, если можно провести какие-то параллели, если можно взять идею, ее адаптировать и успешно применить, это надо делать. Самое главное, самое главное, это реализация ее качества. Этой самой идеей. Ну, и внимательный, конечно, выбор того, что нужно реализовывать. Погрустнел я что-то. Ну, ладно. Турниры уже, начавшиеся турниры исчезают из актуальных турниров на странице. Надо лезть в список прошедших, искать их там. Да, потому что концепция онлайновых турниров заключается в том, что есть основной список турниров, в которых ты можешь принять участие. Те турниры, которые уже начались, они уже попадают в другую категорию. Можно, конечно, сформировать третью категорию текущие турниры, но, в общем-то, организаторы не просили. Нет, Данпел, я сегодня без Варкрафта точно, потому что у меня через два с небольшим часа поезд. Как ты оцениваешь текущее состояние СКДВТВ как игрового портала? Я не буду оценивать. То есть это может только привести к... Не надо. Некоторое время, тем более люди любят спекулировать, сразу подхватывают, перевирают, передают с искажением. Неважно это все. Некоторое время при наведении на пункт форум при верхнем не вылазила менюшка с темами. Мы, на самом деле, ее просто специально убрали, потому что в резине этой темы не будет, потому что частично ее заменит лента. И, ну, попросили вернуть, ZeroL вернул. Задачи не было, насколько я понимаю, но он вернул. Короче, специально убирали ее. Уведомления не вылазят при наведении на этот пункт, пока не удалишь. Да-да-да, в ленте в резине тоже будет хорошо. Просили автоскрывания уведомлений, но тоже отложили, не сделали, потому что были более приоритетные задачи. Почему бы вместо FIVA не писать 58? Короче, да, Алису озвучку прекратить, прикрутить, донат премиум отправлять. А, сейчас пойдет. Короче, готовьтесь. 15 гениальных идей от Джокера. Так, почему бы вместо FIVA сразу лесом? Надо бы Алисе озвучку прикрутить и донат премиум отправлять в чат от ее имени. Ерунда. Стример все еще может сам забанить себя, довожу до сведения в четвертый раз. Уже нет. Задачу сделали, она в списке есть. Вопрос о непредложении, можно ли прописать пермаб... Что? Поставь тайм-аут на главной странице, по чтению которой останавливается трансляция, на которой наведена мышка. Зачем? Если ты мышку навел, значит ты смотришь. Увел мышку и не смотришь. Почему бы не оставить 9-майский смайл навсегда? Хорошо же получилось, потому что они приручены к 9-му мая. Смайл сектопода бы. Что было, то прошло. Некоторых игр в списке на сайте все-таки нет. Но нет возможности абсолютно все туда писать, предложить забить на список, по техническим... И, собственно, дать возможность набирать название. Нет. Ни то, ни другое. База постепенно обновляется, да. Вручную вписать начнется просто галиматья с этими двоеточиями, римскими цифрами, с пробелами. Попробуй правильно написать Warcraft 3 The Frozen Throne для начала. И потом дай такую же задачу 10 разным людям. Скорее всего, скорее всего, будет масса разночтений. Кто-то не поставит двоеточие, кто-то тройку вместо арабской сделает римской. И так далее. Кто-то напишет TFT, кто-то The Frozen Throne. Короче, должна быть база игр, мы ее подгружаем, она постепенно пополняется. Но дать вручную забивать игру, это значит поставить жирный просто крест на рубрикаторе по играм и по жанрам. Потому что ты впишешь название игры не так, как она в системе. И ты уже не будешь в разделе по Warcraft, не будешь в разделе по стратегиям, например. Поэтому строка для набора текста в чат, как известно, расширяется с каждой строкой. Но пустая строка занимает место столько же, сколько и две строки. Происходит это потому, что много места занимает иконка, отвечающая за вызов панели смайлов. Ты собираешься покуситься на самое святое, на дизайн, если ее уменьшить в два раза, понеслась. А можешь в фотошопе скрин прислать? Как следствие предыдущего, переходим к следующему пункту. Иногда бывает, что строка начинает глючить. Текст набирается то снизу, то сверху. Иногда бывает так, что имя чат-смена пишется в верхней строке, а все остальное в нижней. Очень неряшки вы выглядите. Мелочь, конечно, но именно из таких мелочей складывается общее впечатление о сайте. Согласен. Пришли, пожалуйста, с своей версией в пейнте. В ту же копилку. При использовании больших смайлов строки в сообщении становятся неодинаковыми по размеру. Господи. Ну, сделай ты маленький смайл. У тебя настройки в чатах есть. Ты можешь большие смайлики сделать в маленькие смайлики. Неряшки. Может, лучшее расстояние между всеми страхами выравнивать по наибольшему промежутку в сообщении? Господи. Ну, попробуй это сделать. У тебя чат в такое превратится. Он в полтора раза станет выше. Довожу до сведения второй раз. Так, внимательно. Пустая строка, отделяющая функции удалить сообщение, предупредить и забанить. От написать приватный профиль. Игнор. Принаведение подсвечивается как пригодное для нажатия, но при нажатии ничего не происходит. Но выглядит все равно неаккуратно. Ну, тут на самом деле реальная проблема, что ненужные пункты показываются в контекстном меню пользователя без прав. Пользователю без прав отображаются... Так, давай. В чате. Контекст на меню. Пользователи без прав отображаются лишние пункты. Это, кстати, он по делу сказал. Не, ну, все равно спасибо за такой фидбэк. Тут все равно одну из десяти штук возьмешь, неплохо уже. Нормально. Когда кого-либо банит чат-бот, все все равно смотрят в чат стримера, чтобы знать, что написал человек. Любопытные же люди от природы. При этом иногда искомый текст проскакивает раньше, чем его успевают заметить. Может, раз все равно смотрят, сделать его просто открытым или открывающимся, скажем, при наведении курсора. Стример сам определяет, удалять сообщение или не удалять. Также он сам определяет показывать чат на своей трансляции напрямую через Goodgame, когда отображаются, или через какую-то программу, соответственно, стороннюю. Это все на стримере. То есть, если он ставит галочку на удалить, вот, забанить и удалить сообщение, то оно удалится. Вот и все. На форуме при заходе в один день с андроидность пока иногда бывает, что лайкнутое с андроида сообщение не является лайкнутым. О боже, что позволяет лайкать сообщение два раза. Срочно закрыть. Фикс. Зеруэль. Экстренно. Экстренно. Чувак может лайкать комментарии с двух разных устройств. Это дыра. Это просто дыра. Если не золотая, им сейчас же такое начнется. Капец. Если уж собираете статистику о распределении пользователей по городам, с чего ты решил? Могли бы автоматическую подстройку по часовым поясам запилить? Мы не собираем статистику о распределении пользователей по городам. Статистика, Яндекс.Метрика, Лайф.Интернет, Гугл.Аналитикс собирают. Но мы оттуда эту информацию не выгружаем. Нам эта информация, в принципе, ни для чего не нужна. Но, в принципе, автоматически определять часовой пояс – это хорошо. И, возможно, в резине мы это реализуем. С помощью команд в чате можно выяснить, сколько времени прошло с запуском стрима. Почему мне сделать команду, позволяющую узнать время оставшееся до окончания стрима? Во-первых, потому что стример не знает зачастую, когда он закончит. Во-вторых, необходимо вручную указывать, когда стрим заканчивается. Понимаешь, когда стрим стартует, это событие является автоматическим. Ну, грубо говоря, вот стример стартовал – это факт, совершившийся факт. Мы знаем время этого факта и можем эту информацию вам предоставлять. Для того, чтобы сказать, когда стример закончит трансляцию, нужно спросить у стримера, когда ты закончишь трансляцию. Он скажет, ну, я закончу в 17.00. Мы его попросим. Заполни, пожалуйста, вот это вот поле, для того, чтобы мы могли выводить для 1, 2, 5, 10, ладно, 100 пользователей из там 100 тысяч информацию по специальной команде в чате, для того, чтобы они могли узнать, когда твоя трансляция закончится. Окей. Дальше. Имеем следующие проблемы. Стример не закончил вовремя. То есть он закончил раньше положенного срока. На саппорт прилетает гневное письмо. А доктора Ноба, что вы творите? У вас есть проблема. Стример указал одно время, а закончил раньше, позже, неважно. Короче, он закончил не тогда, когда он написал об этом. Разберитесь. То есть понимаешь, сколько бредовые идеи приносят проблем. То есть вот просто берешь и выкидываешь мусорку сразу же. Все команды в чате идут через слэш, а команда он допускает, дополняет еще новыми комментариями. С помощью команд... Да, все команды идут через слэш, а команда из предыдущего пункта, через восклицательный знак, дисбаланс. Надо фиксить. Чет команды неплохо бы сделать доступными даже для забаненных. Это говорит человек, который забанен был. Камень-ножницы-бумага не работают в приватных сообщениях. О, а вот это интересно. Надо попробовать. Так, кто со мной дуэль? Написать приватно. Локи, я вызываю тебя. Ааа! А, это не Локи, это Таргас. Локи. Ножницы. А у меня... У меня камень. Все, победа. Минус ЗП. Отлично. Врешь. Раз уж дали возможность включать и выключать Алису, еще не дали. Дали бы и возможность кастомно заводить на нее неподлежащие от Сева слова. Возможно, это будем давать, но стримеру скорее, а не пользователю. Который раз предлагаю отчислить топовому донатеру за месяц проценты от всего доната тому стримеру, для кого он является топ-донатером, резко активизирует донат вообще, что даст больше денег сайта, больше денег сайта, больше денег сайта, быстро... Вау! Приходи к нам, менеджерам. Касательно матов на стриме. Напомню про недавнюю тему «Лучший работник года на ГГ». Да, и за эту фразу Витю надо банить. Там не было матов, но там были оскорбления. И по-хорошему, Витю надо прописать бан. Кстати, справедливости ради мы Витю... Он не успеет сменить никнейм. А, давай. Всем бобра. Да, на фильм поехали. Вторая страница. Пекари будут рады, конечно. Справедливость восторжествовала. Исправил сообщение. Наместник пишет. В мобильном приложении GoodGames проблема, когда сворачиваешь стрим, а плеер не убирается, можно передвигать. Хотелось бы, а функция к приложению YouTube, когда плеер может убираться в бокс, а сама страница при этом оставаться. Ну, я передам, конечно же. Но лучше по приложению сразу доктор Рэй писать. Ну, то есть через... Через... Либо отзывы на Play Market, либо через встроенные в приложение и функцию отправки там багов, замечаний и прочее. Добавьте, пожалуйста, приложение для Android на Яндекс.Тор. Я даже не знал, что на такое есть. Надо будет посмотреть. Что насчет спама в чате? Раньше Алиска занималась, а теперь... Нет, Алиска не занималась спамом в чате. Там системные сообщения проходили. Я думаю, что это останется. То есть какая разница? Какая позиция сайта по неигровым трансляциям делает серию образовательных стримов и столкнулся с тем, что должен выбрать игру? Пришлось выбрать другое. Ничего страшного. То есть, если это не стрим с таким провокационным контентом, тяжелым, типа жесткое какое-то пиратство, порнография, то вообще никаких проблем нет. То есть, ты... Так называемые реал-стримы присутствуют. Там ток-шоу, пожалуйста. Образовательные стримы — это только за. Я достаточно долгое время грезил идеей, как раз, чтобы сделать отдельный проект по как раз образовательным трансляциям, как раз используя стримы, конференции, интерактив, сделать что-то в этом направлении. Но не судьба. Есть ли возможность с настройкой чата сделать пекомод, чтобы вручную не включать? Да, кстати, это хорошая тема. Опции, опции, опции. Речь о пекомоде, который встречается... включается вручную с соответствующей командой. Тут и название даже стырено. Прайм-тайм, а ты на стримах, когда платная пека... А уже была, а ты не застал, когда у нас платная пека была? Мы это еще до Руслана сделали. Платную пеку. Если мне память не изменяет. Да. Оба награбли наступили. Добавьте функцию включения пекомода по умолчанию. Да, да, да. Михаил, вот вы говорите, что сайт развивается, а топ-50 все так же остается. Может, его как-то расширить? Опять же, для того, чтобы расширить топ-50, нужны... Да. Можно мне прям как-то до 73-го места доходил, я хороший. Ну, если выдать одному вне правил, то начнутся вопросы из серии «А почему ему выдали, а мне не выдали?» И так периодически прилетают письма из серии «Добавьте стримера, он хороший, но у него не хватает рейтинга, но как бы...» «Почему у этого меньше аудитории и есть премиум, а у него больше и нет премиума?» Ну, ответ на этот вопрос заключается в следующем. Он входил в топ-50, ему выдали после этого премиум-статус, а после этого он там стал менее активным. Но мы премиум-статус только один раз так массово сняли, когда вот уперлись в лимиты по количеству обрабатываемых одновременных потоков. Есть предложение по поводу увеличения количества подписчиков. Нужно убрать анонсы. В результате пропажи возможностей монитория трансляции, да, отлично, эффективное такое решение заставлять страдать. Нам не нужно стремиться к увеличению количества подписчиков. Нам нужно решать задачу уведомления пользователей о начале трансляции любым возможным способом. Либо это пуш-уведомления в приложениях, либо это имейл, либо это сообщение в каком-то, ну, на сайте, либо это специальный раздел, в котором это отображается. То есть тут задача не увеличения количества подписчиков, а в информировании пользователя о начале трансляции. Усложнять ему жизнь для того, чтобы получить где-то призрачные цифры, это, на мой взгляд, неверный шаг. Он вызовет негатив и приведет, конечно, к какому-то увеличению цифры, но они не несут никакого смысла. Если стример матерится без 18+, то какие последствия? Под 18+, он уходит. Отключение... Ну, вообще нет смысла сейчас ругаться без... Ну, и не ставить при этом галку. Потому что люди, которые будут использовать нецензурную лексику, они не получают штрафов, кроме того, что стримы не идут на одноклассников. Ну, и то, что пользователи видят какое-то предупреждение перед началом трансляции. Ну, это минорная тема. То есть, могут, в принципе, сами пользователи просто взять, пожаловаться, что вот у стримера он ругается, но у него нет плашки 18+. Мы ему ее поставим. Это не проблема. Отключение Алисы может быть только в 18+, стримах. Мы делаем это главным образом для таких каналов, для того, чтобы исправить возможный конфликт из серии, когда стример ругается, а зрители в чате за это автоматически банят. Но я думаю, что не будет такой жесткой привязки к галке внутри канала и опции в чате. Можно будет и включать, когда на стриме все ок, и выключать, когда на стриме... Ну, в общем, как угодно можно крутить, вертеть. Зависит от зрителей, как они настроят у себя чат, и зависит от того, что выставит стример. Причем эти два инструмента, они независимые. То есть, пользователь не... Как бы это сказать? Не будет страдать из-за решения стримера. То есть, если стример разрешил в своем чате маты и отключил Алису, пользователь эту Алису может у себя включить, для того, чтобы он эти маты не видел. Поэтому решение такое пошаговое, комплексное, и мы его постепенно-постепенно будем вводить и мониторить ситуацию. Можно ли будет фильтровать стрим по наличию и отсутствию Алисы в чате? Скорее всего, нет. Это сложнее. То есть, можно, но это уже не очевидно. То есть, Алиса в чате – это следствие все-таки галки. Не жесткая привязка, но следствие. Но я думаю, что на… Вот после первой логической цепочки уже у пользователя будет возникать недопонимание, как работает система, если мы еще галки там подобавляем. Поэтому, наверное, нет. Будет ли сообщение о включении и выключении Алисы? Да. Сверху информирование в чате будет. Ну, может быть, в старой версии чата снизу, но будет, конечно. Можно проверить статус Алисы, работает ли она. При заходе в чат будет информация о том, работает бот или нет. Это… Видите, поправь, это… Ты не рисовал, кажется, это, да? Кажется, будет сообщение о том, что она отключена. То есть, априори она включена и информировать стоит о каких-то изменениях. Соответственно, при входе будет показываться, что она отключена. Есть предложение увеличить количество отображаемых видео и турниров до 10. Вредений будет больше. И турниров будет больше. Не 6, а 8, кажется. И видео будет больше. не 5, как сейчас, а… Кажется, 6 плюс 6. То есть, там 12 видео. Витя же ничего не скажет. Блин, забанил Витя, и все. Привет, Мишкир, сделай красиво, что там, что там, печенька, дотеры, дотеры. У дотеров, конечно, очень сложная позиция. Даже если человек не хочет ругаться, то есть, он сам не ругается и на Good Game стримит, как печенька, но его тиммейты все равно могут их контролировать сложно. То есть, они все равно хотя бы раз нецензурную лексику скажут, пока их ты не замутишь или не увидишь в том, что как бы не стоит ругаться. Вот. Поэтому тиран и печенька наверняка априори имеет специфический смысл. Рекомендую почитать Google позже о значении. Кажется, с латинского как правило это переводится, если мне память не изменяет. Но я посмотрю, хорошо. Лол, ни разу не ругались. Да ладно. Сейчас ты мне рассказывать будешь. Ни разу не ругались. Это невозможно контролировать у вас. Ты-то не ругался, но эти, товарищ, с кем ты играешь в пабах рассказывает он мне. Не ругались. Привет, хотелось бы в Skype есть... О, Петр, давай Петр. Петр еще. Напиши, пожалуйста. Ты же у меня есть добавленный. Или сразу звони просто и все. Вот это она точно никто не раз. Так, сейчас с Петром пообщаемся по 18+. Он не так давно стал модератором. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, здравствуй. Как меня слышно? Ну, скажи еще что-нибудь. Чатик, привет. Сейчас погромче сделаю тебе. Да, давай. Чатик, привет, привет. Ну, в общем, что я хотел-то? Наконец-то я дождался своей очереди. Для начала давай немножко разъясним, потому что я хочу понять, так как у нас в конфе тоже довольно-таки много домысливаний, и хотелось бы узнать то, что вы с братом, с Дианом, в общем-то, в общих чертах. Давай. Я так понимаю, получается сейчас три категории стримов. То есть, первый, это так, ну, назовем их пока адекватные, то есть, те, кто не матерят, похожие. Вот. Вторая категория, это те, кто будут сплашечкой о том, что может быть нецензурная лексика. Да. То есть, наши любимые дотеры. Да, ну, не только-то что? Ну, если смотреть количество жалоб, то они на первом месте. Вот. И третья категория, это те, кто вот сейчас, галка у нас, которая есть, да, это для тех, кого нельзя вообще никак показывать. Ну, не совсем. На самом деле, технически, вот это как раз галка, которая сейчас скрывает, она же поставлена у тех, кто сейчас, она относится к нецензурной лексике, короче говоря. Вот эта вот галка будет видоизменена. То есть, блока уже не будет, то есть, эти стримы будут отображаться, но появится как раз вот новая галка с таким же функционалом, как с текущей, которая будет изменена. Понимаешь? И в эту, под эту галку как раз попадают те стримы, которые, либо имеют жестко неигровую тематику. Я не знаю, вы определили там этот список, потому что Дима там предлагал неигровой контент не показывать, но трансляции меняемся к лучшему, например, это как бы неигровой контент, и как бы хочется, там всякие ток-шоу тоже в укулеле. Если бы неигровая, Не, ну одно дело, когда череда трансляций игровых, и иногда неигровая, как, например, барышня, которая тортик ГГТ испекла, вот, то есть, в основном-то у нее игровой контент, а иногда неигровой, это одно. А неигровые, вот, кстати, немножко вернусь к одной теме. Была же такая, ну, опять же, у нас, правда, новая, что когда на Виде ТВ доделают все, что там нужно, то туда перейдут все неигровые контенты изначально. То есть, покер, например, там, спорт, который тоже под галкой разрешенный и так далее. Вот это так или нет? Или это? Ну, я не уверен, на самом деле. Тут лучше с Димой посоветоваться, потому что тот же самый покер я бы не стал выбирать под галку, потому что он довольно близок к киберспорту и, ну, не знаю, в общем, как вы там разберетесь с этим делом. Я бы вообще скрывал только те стримы, которые жестко в разрез концепции идут. То есть, те, которые... Фильмы нельзя тут завтра скидывать. Фильмы, да, да, да. Фильмы, сериалы это точно под галку. Но что еще туда будет попадать? Это вот как раз вопрос, который в конференции как раз надо дорешать, составить этот список, внести его в правила и все. Хорошо. Тогда вот такой еще вопрос, это вот мы с Саймоном обсуждали в конфе, еще несколько человек было. Те люди, которые будут относиться к первой категории, будут ли у них какие-то плюшки? Да, мы думали о том, чтобы менять даже какие-то финансовые условия, но пока нет. Ну, во-первых, для того, чтобы менять как-то финансовые условия, нужно куда-то двигаться или штрафовать тех, кто под галкой. Ни на то, ни на другое мы пока не готовы, учитывая так... Не, ну, может быть просто для тех, кто в первой категории... Ну, пока только одноклассники, как дополнение, то есть те стримы, которые совсем чистые, они идут ретрансляции в одноклассники. Там, во-первых, и требование такое, и это дополнение очень хорошее. Вот, но я думаю, что надо все-таки как-то придумать какие-то именно не штрафные для 18+, а мотивирующие для первой категории стримеров темы, чтобы больше людей переходило на светлую сторону силы. Ну, хорошо, что все-таки основа ГГ, чем он отличается, она сохраняется, это здорово. Я, честно говоря, когда увидел первый раз тему... Я тоже, ты знаешь, в шоке был просто. Ну, ты-то... как раз ты ее скинул, я-то от тебя увидел, у меня чуть вообще не потекло все. Потом, правда, более-менее разобрался, понял, что в вашем варианте как мне не прискорбно, потому что я же уже обдумывал это все, не зря модерирую. Мысли-то приходят как порочный шок. Вот, и ваша идея, она пусть и более долгоиграющая, то есть ее развивать надо, но она в перспективе действительно более удобная и действительно и на развитие сайта полезно будет. А если мотивировать в первую категорию, людей переходить, так это... Ну все, тогда я совсем успокоился. Но если у тебя идеи есть какие-то по мотивации стримеров, то ты сообщи. Или у пользователя, если вот вы... Ну, мы уже думали с некоторыми юзерами из чатика, то есть идеи приходили, и как-то вот их скомкание в более... в двух словах, в общем, суть, как соберем, то я обязательно отпишусь. Единственное, что куда? У нас, к тебе. Ты мои... В скайпе не читаешь сообщения, поэтому на почту... Я читаю, но не отвечаю иногда. Ну да, я там написал про свой день рождения, а ты даже и не вспомнил. Читаешь. Ну ладно, это было давно и неважно уже. Вот. Все, спасибо. Все, что хотел, узнал. Здорово. А, подожди, еще один. Вспомнил еще один момент по поводу если мат, ну, он допустим, да, с плашечкой, а оскорбления нет. То есть мы, ну, это немножко с нашей стороны модераторов, то есть мы заходим на канал, слушаем минут 5-10 мат, и из него будем выбирать тот, который адресован кому-то. Благодарная работа, да? Да это-то бог с ним, ради ГГ можно. Я просто про другое. Вот опять же возьмем любимых дотеров, они матерятся в основном на тиммейтах. Это будет как-то считаться или только если зрители оскорбляют? Я уже молчу, когда они в чате. Вот, вот что будет, допустим, мы не трогаем, например, тех людей или там, типа он говорит, что за инвокер, да? Ну, то есть это как бы игровое обращение. Но вот если, за инвокера играет товарищ, который сейчас находится в чате, он говорит, блин, капец, ребята меня оскорбили. Вот. И вот гораздо более слабо. Мы до этой логики дошли, когда обсуждали. То есть тут реально будет очень сложно разделить эти вещи. Ну ладно, хоть немножко можно будет трактовать по-своему и мочить некоторые. Да, да. Спасибо большое. Тебе спасибо. Удачи вам там. На. С модерированием. Пока. Так, если вы хотите позвонить, что-то рассказать, там, донести мысль, то welcome. Миша, очень хорошая страничка для модераторов, но виден недочет, если ничего не пропустил. Слишком много однотипных жалоб, приходится их все пересматривать по одной, если добавить виды жалоб, формирование жалобы, маты, контент, другое. Там есть, кажется, эти пресеты, на что жалуешься. Хотя, на самом деле, если это модераторов устраивает, то есть, часто подходишь к вопросу о системе, которой не пользуешься. Есть группа людей, которые этой системой с жалобами, они ее строили фактически. Ну, то есть, не они непосредственно, но они писали, что им нужно, и потом эту систему дорабатывали. Она их устраивает. Если она их не устраивает, они пишут в конференции и какую-то задачу выносят из этой конфы наверх. Ну, в смысле, к программистам. Вот. То есть, это не заморачивайся. Это служебная страница. Если это их устраивает, то все отлично. Не будем тратить время. И Гитман неплохой пример отмены матов. Буквально 2-3 года назад ни одного сегодня матерится как сапожник, так как Твич разрешает запрет маты сдерживал стримеров. Теперь нет фактора воспитания и контроля. Сейчас 1,3 или половина материлась временами. Теперь матов будет в сотни раз больше у этих стримеров. Нет. Точно. Есть преувеличение, есть опасение, эмоциональное восприятие. Это понятно. И, опять же, повторю. Фибоначчи поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Подошел я такой к компу и вы забанены до 25 июня 2016 года. Под разговоры, что у нас к каждому особый подход. Под разговоры про самоутверждение за чужой счет. Михаил, было тебе лучшего мнения. Любопытно будет посмотреть момент бана в записи. Посмотришь. Посмотришь. И главное, что забанил за дело. И только на своем канале. Все вообще по правилам сделал. Не на все баны, за оскорбление. Причем Витя, начал уже. Витя, ну закон есть закон. У нас не может быть двойного подхода к разным людям. Понимаешь? Все должны быть равны перед Фивой. Если ты узнал там, как у... Ладно. Короче, в записи послушаешь. Да, я согласен импост, что это некоторым стримерам развяжет язык, так скажем, и выведет, так скажем, на чистую воду. Мы, как в этой системе, можем посодействовать. Во-первых, либо мотивировать стримеров, которые не ставят плашку 18+, какими-то вещами дополнительными. Ну, опять же, не забирать то, что приходит с галкой, а именно давать дополнительно. Это первый вариант. Второй вариант... Блин, что-то вылетело из головы. Второй вариант. А, я хотел сказать, что у тебя появится возможность такого стримера, в общем-то, либо так, либо иначе, либо персонально, либо через галку в профиле по 18+, исключить. То есть, если он тебя разочаровал, если он начал использовать чаще, то... Вот. Сайт гораздо улучшился с того момента, как я пришел на него, желаю дальнейших успехов, думаю, что ГГС станет скоро очень популярным. Крис Алид пишет. Крис Алид, размножайся. По поводу матов и Алиса. Раньше бан и модерация Алисы была красная, а стример желтый. То есть, бан от Алисы не оспарился модератором и стримером. Да. Теперь, возможно, ситуация, стример ругает, Алисы работают, зрители подхватывают мату, летают в бан. Я об этом говорил уже, Кейс. И вот как раз такую ситуацию, она легко прогнозируемая. Поэтому мы ее рассмотрели и уже есть решение. О нем я говорил уже раза четыре. Поэтому все нормально. Огромное спасибо за сайт. Был неправ. Разбань. Без чатика пеки. Не буду играть в Warhammer Total War. Давайте. Все. Помилование есть. Ка-ран-даун еще здесь. Разбанить. Аудиенция прошла успешно. Выписали. И еще. Как понять, можно ли в данном чате будет информация сверху, как только заходишь? Ставьте какой-нибудь интерфейс, чистый чат, чистый стрим, стрим без матов. Окей. По индикации тоже говорил. На правах бреда напишу. Планируется сделать гайд по команде в чате. Есть раздел помощи, там, где команда описана. Еще пара рекламных видеороликов, которые не прогружаются, после них не запускается стрим. Вылечил на любимых каналах премиум, но немного неудобно. Одно, например, с фиолетовой загрузкой в начале. Если не сложно, скрин с проблемной рекламой и на саппорт. Мы будем смотреть, что это за реклама. С прошлой вроде избавились с этим белым экраном и будем дальше копать. Камень-ножица бумага действительно не работает в приватах. Посмотрите на сообщение, присылаемые вам. Понял? Нет времени проверять. Уже скоро, кстати, надо выезжать. Ой, это я не тот Redmine. Вижу, у нас сертификат что-то не подписан, и я в Redmine не туда, тыкнул в другой проект. Все, создал. Едем дальше. Удачи при лечении новых людей. Верю, что вы сделаете правильно. ГГ не сильно изменится. Я надеюсь. По крайней мере, ядро стримеров и аудитории у нас уже довольно крупное. Здравствуй, в новости написано, что будет обновлен блок Друзья, он будет как-то переделан, так и останутся без функционала, как в старой версии. Зачем был создан смайл? Зачем создан смайл? Вопрос к Вите, правда, он не ответит в чате по известным причинам. Блин, какой я слорадный, а? Надо деконтролировать себя. Значит, он будет точно переделан, в резине в другое место. Мы пока еще не решили, куда его, в общем-то, отправлять. Была мысль совместить его с избранным в трансляциях, но еще это на этапе обсуждения. Учитывая то, что короче, да, друзья будут, друзья будут, будут. Придется в нескольких вопросах. Допустим, стримера включена, я ее сам выключил, напишу. Так, по поводу Алисы. Допустим, у стримера включена, я сам ее выключил, но если напишу мат меня забанит, мы вообще опцию для другого делали. Для того, чтобы ты мог включать Алису, когда она выключена, если стример, короче, да, тебя забанят. Если у стримера выключена, я себе включил, ты просто не вижу сообщения или цензура. Если у стримера выключена, я себе включил, ты просто не видишь сообщения, ну, или видишь там звездочки. По поводу, ну, вообще, да, по логике, возможно, не до конца все продумано, но вот по первому сообщению, я думаю, что не с той стороны проблемы это зашло. То есть, воин, я чувствую, уже готов использовать нецензурную лексику на трансляции, где у стримера нет нецензурной лексики. То есть, мы-то по логике, да, хотим дать инструмент тем людям, которые хотят использовать Алису в том случае, если стример ее у себя отключил. А тут воин. Готов выключать у себя Алису, когда у стримера она включена. Да, опасно, воин, ты встал не на ту тропу войны. По поводу соревнования стримеров, какие будут параметры для получения призового фонда, как новые стримеры с нуля? А, да, да, все стартуют с нулевым рейтингом, рейтинг будет обновлен, а дальше будет некий рейтинг с учетом серии параметров, которые я показывал уже несколько раз и описывал. То есть, все будут изначально в равных условиях, система будет прозрачной, понятно, сколько баллов тебе за что дают, сколько там за премиум подписку, сколько просто за фолловера, сколько за аудиторию, которая тебя смотрит, или частоту трансляций, сколько за поддержку, и все это на какой-то специальной странице, скорее всего, в разделе помощи мы опишем, чтобы было понятно, как работает система. Но самое главное, как раз хороший призовой фонд, мотивация любого из каналов, то есть, все желающие могут принимать участие, это все на новом сайте, это все с 1 сентября. SK2TV 2.0 не, у нас шире тематика, Thunderfury, тоже тебя периодически читаю на SK2TV. Объедините, пожалуйста, в базе игр, да, кстати, по группировке мы поднимали несколько раз эту проблему, и кажется, группировка нескольких игр в одну уже или интерфейс для этого присутствует, могу ошибаться, сейчас вот Локи, если услышать, меня поправит, то есть, когда необходимо одну игру объединить с другими сериями. Вот. Как же они троллят? Не, я вообще, может быть, это с грустью сообщение у него было, то есть, может, он ждал чего-то реализации там, ну, я не знаю, то есть, пеки нет, значит, не сарказм. Сидишь на стриме, нажимаешь и выйти, обратно заходишь в чат, написав флагин и пароль, потом сверху все равно остается выйти регистрацию. Ну, правильно, потому что чат работает, он, по сути, он автономный, он в айфрейме, кажется, вообще вставляется на странице, и для, ну, короче, это можно сделать, но не столь обязательно. То есть, тебе нужно перезагрузить страницу целиком, чтобы сверху поменялось. Это одна из тех задач, которые даже не хочется брать до резины. А в резине там все очень, все обновляется как надо. Что по поводу мата в комментариях? Все остается неизменно. Алиса там работает, то же самое распространяется на форум, на цензурной лексикой, в этих разделах запрещена. Ну, естественно, в новостях, в комментариях это понятно. Я допускаю, что когда эта ситуация изменится, но не сейчас. Нам вот с этим экспериментом надо аккуратненько подойти и внимательно за ним следить и реагировать, если что. Так, при концепции бесконечной рекламы в приложении здесь хотя бы два-три раза просмотры рекламы в день, чтобы четвертый раз не смотреть. Или, подожди, если мы сделаем ограничение на количество рекламы, значит, ее будет показываться меньше. То есть, четвертый раз ты собираешься не смотреть, значит, 25% у нас упущенной доходной части, да? Как компенсировать эту тему? Скажи, пожалуйста. Я думаю, проще нам прямо подписаться. Ну, как бы это реально удобно. Сразу и качество доступно, и смайлики, и рекламы никакой нет. Но это же сказка. 79 рублей. 79, Карл. Ну, все каналы, конечно, подороже. Хочет, вот догарш, вот прям вот отрезает. Я учусь программировать, на каком языке надо, чтобы у вас работать. там проскакивала новость о требованиях к вакансии веб-программиста, но и была тема, кстати, не так давно на форуме Good Game о том, сколько необходимо, что необходимо изучать, сколько времени, там, Локи еще отписался, рекомендую зайти в тему на форуме и посмотреть. Вот, но хочу пожелать тебе удачи в учебе. У нас на PHP основы, насколько я понимаю, но самые разные технологии используются. Надо поднять новость, коль столько... Да ее уже кидали, эту ссылку на новость в чатике. Так, так, тут уже Эльдар ответил. Михаил, нужны шаблоны? Фомби отписал уже, ответили. Доброго времени суток, господа. По теме, возможно, дублирую. Во вкладке стрима не хватает подписи или картинки, по которой, возможно, будет определить игру, не заходя на стрим. Не всегда получается однозначно определить игру на стриме, довольно актуально для тех, кто не пользуется фильтром. Ну, некоторые стримеры решают это текстом, то есть, если выходит, особенно, какая-то новинка, которую не узнают, то ее пишут название. Мы рассматривали вариант отображения иконки игры поверх превьюшки, но не понравилась нам эта идея с Витей. Витя подтвердил... А, допускаю. Витя, прости, но я должен был тебя заманить. Ты чисто в дотерском стиле нарушил правила. Есть скрин, есть логи, все. Нарушил, получил бан. Хорош там дуться. Очень хочется возможность добавлять в избранный черный список игр не только стримеров. Вот уже второй раз говорят про эту идею. Мы хотели вообще с избранного отталкиваться по любимым играм, но это только на уровне идей. Пока нет. Я сказал, это вы были тематические недели по жанрам игр, там пользователи поднимали вверх, если участвовали в такой неделе. Лично мне нравилось стримить в такие дни, было легче засветиться, говорит Голлум. Ну, да, естественно. То есть какая-то организация, рубрикация, какое-то регулирование. Я, если честно, ну, это как дополнительная возможность для людей, которым сложно набрать аудиторию, как-то выйти в топ. Вполне возможный вариант. Но это же надо делать, понимаешь? Это надо определять, следить, выводить, ну, или там систему какую-то сделать, чтобы она это в полуавтоматическом режиме делала. Но, опять же, я не помню, чтобы это прям сильно изменило. Ну, то есть, я не думаю, что это целесообразно делать. На этой волне можно делать неделю игры, которую нужно рекламировать. А зачем? Если, например, выходит какая-то новинка, как правило, все равно эти стримы выбиваются в топ, потому что есть волна интереса какая-то, и стримеры очень, некоторые очень точно чувствуют, что нужно стримить, когда, и попадают в топ. тренды, тренды ловят. А может сделать анонс по типу избранного такой же выкидной списочек? Так мы уже сделали все на резине. Заходишь, смотришь, там все есть. Добрый вечер. Так, сколько у меня еще полчасика есть? Вопрос есть. Когда обново приложение для андроида? Неделю назад вышло. У меня почему-то реклама при попытке воспроизвести все нафиг виснет. Иногда только ребут спасает, переустановил, экспериментировал с памятью, все тлен. Если каком не запускается, то все ок, если запустится, то в хлам. Приложение отписывал, маркет управлял, кэш, ответа нет. Строительство в Galaxy. Сейчас я продублирую разрабу. Ну, доктор Рейн знает, но я не уверен, что он... Даже к агентству скорее вопрос. Это первая жалоба на моей памяти на зависающую. Может, у него уже не первая. В любом случае, я просто передаю информацию разработчикам. Давно тебя смотрю, со времен навигатор ГГ развивается весьма ощутимо. Спасибо за то, что до сих пор с нами. И да, реклама с фиолетовой загрузкой виснет часто. Во. А, ну это на сайте, наверное. Это вот нам уже нужно кальдар. Ильдар, вот реклама с фиолетовой загрузкой или нет? Скорее, скорее, скорее к Саше. Но Саша сейчас другим занимается. Вот кто у нас с фиолетовой загрузкой? Что за агентство? Он может знать. Все эти агентства. Ой. А можно понятно? Ну, понятно. Кефир, молодец. Продолжение сделать свой аудиоплеер с возможностью ретрансляции, то есть с возможностью вставки музыки в стрим. Стрим идет на три платформы. ГГС, YouTube, Twitch. Включаю плеер, галочками указываю, что музыка играет на Twitch, а не играет на YouTube. Ну, звуковую дорожку из YouTube плеера удалять. Ну, в хейлэсе это, насколько я понимаю, не сделать, да, Ильдар? В Dash вроде можно, но это такая, такой узкий запрос на самом деле. На самом деле, сложно будет со стороны ОБС, там же нужно плагинчик будет накидывать. Либо тебе два ОБСа запускать для того, чтобы ты пускал два разных потока получается. Нет, короче, это сложно. Это сложно, и на уровне стримера мало кто будет заморачиваться, и нам тоже нужно будет эти два канала объединять. Короче, это в принципе не сделать, отправка идет по РТМП. А, там все же вместе, я понял. Не, я имел в виду двумя разными потоками, то есть он на два, грубо говоря, стримки в одно место стримит. Ну, короче, забей, да, не важно, даже не сморачивайся. Из-за особенностей протокола РТМП это сделать сложно. Расскажи о планах прохождения игр Bloodborne на следующей неделе. Почему у вас нет ни одного смайла на тематику Warcraft? Не знаю. Древока. Добрый вечер, есть два запроса по API, рекламная API, чтобы узнать, когда стример запускал рекламу у себя на канале. Если бы начи поддержал ваш канал на сумму 100 рублей, я не видел момент бана. Если это не пека от тебя, то давай поднимай логи. Человек с правами нарушил правила сайта. Права надо снимать, бан должен быть соответствующим. Где обсуждение в конфи модиров? Где воспитательная беседа? Я в интерьер офиса ковер не добавил. Еще не поздно? И беспеке понятно, с каким настроением надо читать это сообщение. Ковер обязан быть. Я вот давеча заходил на Авито, смотрел там, что по сервакам, и только вот в России можно обнаружить сервак, который лежит на ковре. Вот это просто разрыв. То есть статика пофиг, такой красный старый ковер. Обязательно в офисе должен быть ковер. Обязательно. Рекламная API, чтобы узнавать, когда стример запускал рекламу у себя на канале, если возможно статистику по ней. А тебе зачем? Вопрос у меня такой. Рекламная API, запускал рекламу. Там же вы же если для СКДВТВ, вы же там все еще не оставили идею с оберткой плеера других стримслужб. Поправь меня, если я не прав, древога. Вам еще статистика по рекламе нужна от нас? Зачем? В Скайпе есть у нас? Да, есть. Денис, напиши напрямую, пожалуйста. Я не имею отношения. Понял. Но все равно зачем? Зачем рекламная API? То есть просто сделать мы можем все что угодно, но какой смысл? То есть по факту у тебя получится информация о том, сколько рекламных показов, грубо говоря, было у стримера. И исходя из этого, зная стоимость за тысячу показов, ты можешь знать его заработок. Я понимаю, что не для этого ты запрашиваешь, но мне нужно знать для чего. Ага, спасибо большое. Общий канал в чате, куда можно присоединиться, получить сообщение, которое происходит в открытых каналах. Там же такой спам, там же тысяч сорок по вечерам сидит, если собирать все, то это будет нечитаемое абсолютно полотно. У тебя на среднем мешке под глазами. Да, да. Только что была реклама вибратором. Да, что, серьезно? Скрин, сделай, пожалуйста. Пришли на саппорт или на майкер собак гейм.ру. Очень любопытно, кто так у нас косячит. Помощники стрима могут менять название игры, которые, да, уже могут. Расскажи, пожалуйста, будет решаться проблема матов, когда смертных стримеров банят несколько часов, а избранных понятных вот этим. Если серьезно, я уже отвечал несколько раз на этот вопрос, можно прочитать частично наверху. Это было, короче, тебе понравится и у тебя немножко предвзятое отношение. Примеры, тема 18, все-все-все и Гнум. Гнум послал на три буквы модератора после замечания о том, что у него на канале нецензурная лексика. Гнуму никто не говорил, что он может игнорировать или оскорблять. Да что ты гугл, ты мне? С Гнумом ситуация примитивная, не знаю, почему понять не могут. Ему не говорили, что он у него были те же самые правила и та же самая система, которая относилась ко всем стримерам. То есть, если на тебя жалуются, к тебе приходит модератор, он слушает, если повторяется нецензурная лексика, он делает тебе замечание, что нельзя ругаться, потому что нельзя ругаться по правилам. По такой системе на всех стримах происходит, на всех. После этого Гнум его посылает на три буквы. Что это за... А ты пишешь, когда смертных стримеров банят на несколько часов в дней, а избранные не знают об этой каре. Ну, ну, бас ты просто. Ну, бас. Назови, кого не банили. Я могу поднять логи, но вот мне любопытно, как... Как... Никакой ответственности за слова нет. Никакой. То есть, я уже предоставлял логи там в теме на форуме. Меня выбешивает несколько ситуаций, когда человек может сказать глупость, ему за это ничего не будет. Он может обвинить, соврать, при том, что у тебя есть точные данные о том, сколько, кто, за что, когда, любой канал. И... Ну, скорее всего, это недалеки просто люди. Аберо не банили. Давайте Аберо посмотрим. Ставили ему галку, не ставили? Ой, не то. Ой, не то. Недалекие рияны. Ну, скорее всего, там сочетание глупости и наглости. Вот это вот очень опасное сочетание, на мой взгляд. То есть, когда ты не... Ну, тебя не сдерживают какие-то темы, и... То есть, ты не сдерживаешь, не подумаешь перед тем, как написать. И еще форма подачи информации у тебя такая, что как бы просто стоит руками развести. Он приводит пример гнума, который грубо нарушил правила. Ему никто не говорил, что можно оскорблять модератора, что можно их игнорировать. Ну, это стадное какое-то чувство явно. Подхватили односложный так тык-тык. Ну, бесит просто, иногда бесит. Глупость. Так, ой, что-то я вообще... Нет, я зря пошел сюда. Я начал светить там донат, хотя у него донаты все тоже засвечены. Давайте быстро дочитаем оставшиеся комментарии. Мне нужно еще через 20 минут ливать поезд. Скоро меняемся к лучшему. пожелания просто. Вы стараетесь просто перед тем, как предъявить какие-то претензии, оскорбить человека, ну, подумать лишний раз. На сайте люди-то не глупые работают в большинстве своем. И, как правило, нужно просто разобраться лучше в ситуации перед тем, как судить. Потому что у человека есть замечательное свойство. Он старается побыстрее сделать наиболее логичный вывод из той информации, которая у него имеется. И проблема возникает, как правило, в том, что либо у него информации не хватает, либо вывод односложный. То есть он не знает, не строит логическую цепочку какую-то. Но это приводит вот к такому сумбуру. У человека в трех строчках три разных вопроса и все мимо. То есть и с каким-то еще претензиями. Надо запомнить его. Инфпринт, окей. Ты не косячил нас? Косячил. На форуме как-то странно работает система отображения новых сообщений. Ну, на сайте, по крайней мере, в чате, может быть. Вот я здесь. Ну вот, бань меня. За что тебя банить? Я тебе объяснил, почему ты сказал глупость. Вроде как ты все услышал с момента сообщения. Что тебе непонятно? На форуме как-то странно работает система отображения новых сообщений. Иногда тема зависает, все последующие сообщения не считаются прочитанными. Кстати, да, это у меня такая же тема. То есть, если ты перешел на какую-то страницу, типа перескочил, или читаешь там, например, последнюю, а потом снова зайдешь в эту тему, тебя, ну, я так к анклаву захожу и всегда оказываюсь где-то в середине темы, хотя уже был в конце. Что он робо-зерк, что? Посмотри сюда, что? Розенберг, Розенберг, что случилось? Отгадаешь загадку купли прям по делу. Об этом баге, кажется, Локи знает. Кажется, знает. Переживаешь за Димку? Ну, погреться захожу иногда. Ладно, дадим наутку Бзеруэля. Если на форуме написать сообщение тут же, удалить, тема падает. падает. Написать сообщение тут же. А, имеете в виду, что оно попадает в блок на главной странице? Да не страшно. Комментарии под стримом занимают только половину всего пространства. Да, мы знаем об этом, но вполне возможно, что справа будет еще некий боковой блок, если ты прорезину. А на текущем сайте, конечно, менять не будем. Алису на форум пустить? Она уже на форуме. Сообщение, включенное Алисе, должно выглядеть так. Я тут, понятно. Можно завести каждому... Еще раз повторю, сообщение от Алисы о том, что она есть, не нужно выводить. Нужно выводить на тот случай, если ее нет. То есть, это как раз то исключение из правил, которое будет. Поэтому сообщение о присутствии Алисы, я считаю, лишним. Можно завести каждому чатмэну счетчик, с каждым сообщением увеличивается, когда набирается 500 или 50, человек автоматически проигрывает реклама. What? Это стимулирует стримера организовывать разрывы пек. Гениально. Вообще, поживее бы Алису сделать, аватарку прикрутить и голос. Мы думали об оживлении Алисы, об введении с ней диалога, чтобы она отвечала, но это такие красивые рюшечки, бантики, которые мало кому нужны. Когда прекратится спам на почту от стримеров, на которых подписан, сделайте что ли галочку какую-нибудь, чтобы подписаться от этого спама. Галочка есть. Когда ты подписываешься на какого-то стримера, ну, правда, это работает только на странице канала, ты можешь определить, получать себе уведомление о начале трансляции или не получать. Смотри, вот есть такая штука. Уведомлять на e-mail о начале трансляции, о анонсах, о видео. А видео по умолчанию выключено. Можешь настроить, как себе хочешь. Мы не хотим тебе спамить, просто ты опцию не нашел, к сожалению. Многие критикуют нехватку внутриигрового контента на гудгейме. Например, есть ли попытки как-нибудь развивать это направление, общаться с игроками, командами и так далее. кто критикуют нехватку внутриигрового контента? Евгения, я к главному редактору. Где у нас просадка? Чего не хватает? Не хватает контента, говорят. Какого? Он сказал, внутриигрового, видимо, тематического, киберспортивного. Я не знаю, что он имеет в виду. Мы не знаем, о чем ты говоришь, Гиби. Киберспортивного, говорит Гиби. Нифига себе, вся лента киберспортивная. Общеигровое, вообще, ленту. Мы, наоборот, стараемся добавлять контент, который, типа, на более, ну, вот как раз рубрики, по железу, по новостям. Каждый момент идет обзорная статья, после него тоже обзорная статья. Во время его это репортаж прямой, трансферы все освещаются, все интервью иностранные переводятся. Гиби, чего тебе не хватает? Конкретно скажи, чего тебе не хватает? Вот этого интервью с этим товарищем. Последнее, насколько я помню, это было по Варкрафту, серии интервью сейчас переводят, по, там, Лина, в частности. Мало стримов от игроков, только Варкрафт. А, ты про стримы говоришь? Так что мы редакторы там учим? Я думаю, что мы не будем никаким образом регулировать стримы от игроков. То есть, наша задача создать стабильную систему, которая позволяет любому транслировать, и, чтобы там работала нормальная система монетизации. Вот. все остальное, оно как бы вне этого рынка находится. То есть, просить кого-то, платить дополнительно, чтобы стримили, это все временные меры, которые, как бы это сказать, они закончатся тогда, когда закончится какое-то воздействие. приходит внезапно, говорит неприятно, но все его любят, а он тебя нет. приходит внезапно говорит неприятно но все его любят а он тебе нет столько народу подходит под описание я просто я пас не покупай премиум по поводу повторов рекламы не сделать сделать просто ротацию ролика что все по очереди показывались или все не так просто нет 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 и нет должны ли убраться под галку стримы с чиним снег книг если там нет на цензурный нет с одной стороны это все же производство контента в отличный пример сериалов другой воспроизведение чего-то защищенного авторским правом в общем а то то но я думаю что по поводу авторских прав учитывая очень такую специфичную нишу всем будет пофиг поэтому проблем не будет а если будут будут проблемы напишет или позвонит русском надзор и уже исходя из этого мы будем действовать сам контент подобного рода он хоть и не игровой но я думаю что его не надо убирать под галку хороший контент удачной поездки приятного отдохнуть я не на отдых еду я два мероприятия но хотя возможно я завтра в гостях побываю так ошибочная категория варкрафт как-то фиксельно проблема опять вернулась но просто люди не выставляют иногда а это варкрафт пошаговых стратегиях я понял фума я понял тебя суре сейчас забраковал бы так варкрафт почему-то находится в пошаговых стратегиях его бы оттуда убрать не знаю насколько это просто и zero или справиться мне вопрос не пора ли ввести новое общедоступное качество full hd 3.5 мегабита без ограничений по битрейту сделать премиум нам к сожалению нужно будет это обрабатывать обработка такого потока занимает довольно много процессорных мощностей в данный момент мы не можем себе позволить поставить такую в железку клевым ну и статистика показывает что что у нас там по статистике нет кстати она не будет однозначно говорить но скорее все пользователи пользовались бы до full hd просто активировал премиум розенберг ладно хорошо геймер newbie пишет микро привет если не хочу видеть матоп чате алиса у меня в чатике скрывать сообщение да об этом говорили маленький баг по работе приложений для андроида при открытии приложений видишь пустой список игр после закрытия и открытие все появляется передам я правда такого бага не было но лучше баги по андроида не в комментариях писать через положение отправлять потому что опять же мы не знаем твоего твои версии приложения твоего и устройства почему нельзя редактировать свои посты на форуме например создал тему это баг это баг который появился достаточно давно может разбавить доктор но бы человек тонны контента генерировал ты его запеку замочил как ты без гифок ты его так мы скоро он скоро вернется а можно добавить функции отображения ответов на твои сообщения в новостях например а мы это ленты решаем через в резиновом сайте то есть чтобы тебе не проверять кто отписался в твоей теме чтобы тебе не проверять кто там ответил тебе на комментарий уведомление трансформируется в ленту где будет возможность сразу увидеть кто что перейти подписаться отписаться в общем да разбань видео как как же за что разбанить ребята вы же сами просили вы говорили он же про говорил что блин я даже повторить не могу да и поддержал ваш канал на сумму 100 рублей здравствуй михаил не читает подтверждаю бак андроида вылазит если оставить незакрытое приложение надолго приходится его перезагружать ок зерыч загрузим налоги вообще ничего не постараюсь не ставит на что у него как раз спасает много всего приложить предложение по функционалу чатам часто стримеры проходят новые игры при этом просит не спойлерить в этом случае за любое обсуждение контента еще не пройденного спойлер для стримеров все правильно для чатика это морозит все дискуссии плюс всегда очень хочется позлорадствовать где-то но вы можете комнатами воспользоваться или приватными сообщениями я думаю что потребность сразу отпадет как только вы как-то в одну группу соберетесь во первых остаться там будет меньше чем в отдельной комнате и стримеров еще на вас внимание обращать не будет вот писать в чатике возможность невидимые сообщения для стримера но это не совсем честно для него то есть ты можешь его там троллить играть на грани даже нарушать правила и стример это не увидит это не очень хорошо на мой взгляд можно типа сделать костылек сделать невидимым для стримера но видимым для помощника но мне кажется что надо просто принимать или не принимать те правила которые устанавливают стримера своем чате чать вот или вопрос следующий зачем ограничили количество стримов в черном списке потому что кажется что 500 стримов это весьма разумное ограничение может быть это связано с особенностями кэширование в трансляции еще из-за чего-то я не знаю но у меня встречный вопрос зачем добавлять больше 500 каналов черный список не проще ли пользоваться избранным здравствуй михаил отличница и спасибо за улучшение удаление багов спасибо тебе колцефар если подвести мышку книгу в чате всплывающая подсказка моргает да 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 мне тоже такое это zero или пофиксил кажется он ну вот возможно баян насчет матов когда лиса за банит за ругань сообщение все равно выводится в чате стримера соответственно но это в зависит от чата агрегатора то есть это возможно там есть какие-то настройки возможно ну короче если стримеру это понадобится я думаю что они со своей стороны попросят сделать разработчиков чата соответствующую опцию но судя по всему это особо не нужно сделать на странице стримом быструю смену плеера с flash html из-за проблем с firefox мне всех запускается стрим люди банально не знают где это бета вообще первый раз вам беда тебя узнаю что есть все еще проблема с фарфоксом в html плеере так 10 минут осталось но все уже мы практически да как же как же это сделать ну во первых не хочется плодить вкладки с одной стороны чтобы плеер такой плеер сякой флешевских это мельный хорошо бы понять что firefox не работает до сих пор хотя там 42 версии все уже должно работать без всяких телодвижений это раз господи это на пяти каналах такой баг так скорее все это проблемы с настройками то есть это у меня за стрим 12 человека жалуются это из-за оба студии он кодирует звук как то по-особенному ну ясно ну просто из-за одного-двух людей которым не удобно зайти в бета-профиль делать каждому дополнительную вкладку переключения одного плеера на другое это не очень рационально мы добавим проблем другим пользователям из-за того что у тебя специфичное кодирование аудио и у пользователей маленького количества пользователей есть проблема прости но не рационально хватит банить за советы понятно отсидел дал все хорошо сформулирую короче каждые 500 посещений в чате проигрывает человеку рекламу по скромным подсчетам да ты ориентируешься даст лишние 2000 рублей за вечер слушай а сколько сколько зрителей на канале а сколько стоит один показ рекламы а ты не знаешь ну ты просто скромно подсчитал может быть на 4 просто умножил как 2000 получилось рублей непонятно перестань анализировать или начни в задаче переменные искать хотя бы по скромным подсчетам ее просто скажи почему на гг не трансляции в турнирах как international ну потому что нет есть три стримы но то что international стримят эксклюзивно на твичном договор и все дела и вперед поэтому поэтому да такие студии как рухап starlader сам не сотрудничать starlader не так давно выходили на контакт в руках я не думаю что не будут в принципе сотрудничать потому что снег насколько мне известно пилит свой свой собственный стрим-сервис и и он у него в принципе хватает ресурсов для того чтобы и эту нишу попытаться занять вот а со стреладером надеюсь получится там правда затихли товарищи ну посмотрим здравствуй можно было при попытке наладить связь стреладер дарда я в курсе это было бы хорошо тем более помощность там уже тянем очень хорошо все показано картинки спасибо большое flash 3 а так мы исправим это исправили это уже в резине мы отказались от этого ползунка на старом сайте не будем мы видим куда вы тыкайте я долго да и поддержал ваш канал на сумму 100 рублей соточка здравствуй михаил здравствуй подтверждаю бак андроида вылазит если оставить незакрытое приложение надолго приходится его перезагружать я понял спасибо большое черт я уже забыл а да просто мы в резине как подходим к разработке заходим на текущую страницу сайта открываем статистику смотрим куда вы кликайте с какой частотой какая информация пользуется популярностью если это раздел и у нас есть тематическая конференция как например конференции ключевых стримеров конференции организаторов турниров редакторская модераторская задаем вопросы показываем макеты люди дают какие-то советы мы учитываем стараемся это учитывать и фигак фигак и в продакшн фиба и так сойдет вот и этот ползунок он как бы был настолько очевиден что мы его заменили на стрелочки можно зайти на быта посмотреть как это выглядит то есть этого в новой версии сайт уже не будет будут как на главной странице текущего сайта стрелочки для листания приложение gg поддается небольшой баг не блокируется устройство после завершения стрима например ситуация уже подвеснула устройство с экраном на всю ночь понятным видам опять же если у вас есть замечание по работе приложений пользуйтесь пожалуйста выстроенная в каждое приложение системой репорта багов привет как-то купив премиум на один канал думал посмотреть эту годноту на айпаде указал что премиум не работает на айпаде не это должно работать ты должен злогиниться там злогиниться сям у нас общая база и и все то есть может активировал ключ не будучи злогинен злогинен им может приложение не злогинился но связь премиумных подписок это было в самой первой версии если программа вознаграждение по поискам багов то есть захочу проверить защиту сайта найду уязвимость то будет за это вознаграждение в каком размере если есть нету нету мы любим пользователей пользователи любят нас если что-то находит присылает так мы можем там что-то что-то дать но это не носит регулярный обязательный характер потому что вот стрима дуванчика не работает в html говорят в 48 версии firefox это фиксится понятно при просмотре стримов html player edge в edge компьютер уходит в сон не использует не использую ну просто не использую вас там господи вас там очень мало и так все уважаемые во первых мне через час надо на поезд надо собраться я хочу поблагодарить вас за оставленный фидбэк вы можете в любой момент написать на maker собака game.ru если у вас есть какая-то идея какая-то идея предложение замечания по работе там сообщение о баге можете написать на саппорт если у вас регулярный вопрос какой-то там по смене не знаю по проблеме какой-то по по смене почты или доступу мало ли что если вы пользуетесь приложениями пользуйтесь пожалуйста приложение формы специальные которые отправляют данные она в левом верхнем углу всегда находится еще раз быстро повторю ключевые веки вот прям вот прямо коротко-коротко коротко-коротко открытая бета сайта 7 августа новая версия сайта 1 сентября 1 сентября старт соревнования стримеров это ключевое инфраструктуру развиваем русбрейн капы будут работа на приложениями идет баги фиксится они конечно же будет эксперимент на три месяца у нас съедемся после летнего отдыха и будем плотно плотно работать над сайтом с августа вот три месяца ну кто-то на три кто-то на один поэтому оставайтесь пишите всего хорошего я вернусь понедельник он Продолжение следует...